Ну что ж, я рада представить наш очередной, уже страшно сказать, 14-й, а на самом деле даже 15-й по счёту, если учитывать мне очередной семинар. И сегодня мы говорим о проблеме самоидентификации в эго-документах русских писательниц 1-3 XX века. У нас, как обычно, два доклада Кристины Сарычевой и мой. Начнём мы так, как это заявлено в афише, с моего доклада, так что я себя объявлю. Я буду говорить на тему «Дневник. Как и литературная стилизация. Признание внука подпольного человека Анны Александровны Барковой». И мой доклад посвящён очень необычному, на самом деле, документальному тексту будущей выдающейся поэтессы. Речь идёт о небольшом и вполне самостоятельном фрагменте её дневниковой тетради 1917 года, написанном в стилистике Достоевского и одновременно связанном многими нитями с другими ранними текстами Барковой. Поскольку различные параллели к содержащимся в признаниях, размышлениям, можно обнаружить и в её переписке, и в её поэтических текстах, и даже в позднейших дневниковых тетрадях, в которых её во многом занимают те же проблемы и те же фигуры. Вот приведу высказывание её ближайшей подруги поздних лет, Ленина Михайловна Садыгия, которая, собственно, у себя и хранила вот эту первую тетрадку Барковой. Она говорит, куда только в свои 15 лет она не забиралась мыслью. И уже тогда были Достоевские метания плюс-минус бесконечности. Любви никакой нет, потому что или несравненная Аннабель Ли, или ничего. И ведь до самой смерти она эту Аннабель Ли читала. И как читала? Когда я увидела эти стихи в Невничке, мороз по коже пошёл, как будто бы не прошло с тех пор 60 лет. А вот вчера сидела девочка и писала. Но цель моего доклада состоит не только и не столько в том, чтобы вот эти все параллели обнаружить, сколько в анализе конструированной юной писательницы, своего я, интимного и творческого, а также в поиске ответа на вопрос, почему дайористка выбирает столь специфическую, можно сказать, полуфикциональную порту этого конструирования, в основе которого лежит текст Сдая. И, я должна сказать, что хотя признание внука подпольного человека были введены в научный оборот уже почти 20 лет назад, этот текст практически не привлекал внимания исследователей и, во всяком случае, не рассматривался в интересующем мне аспекте. Ну, Невник Кагжанк, в принципе, пишется, да, как попытка определить свою идентичность, обозначить свою самость. И в избранном тексте это усилие, что самое интересное, конечно, осуществляется через специфическую стратегию. Стратегию остранения себя и нахождения для себя такого именования, которое превращает авторское «я» в образ, что позволяет, по словам Лидии Акольны Гинзбург, писать о себе косвенно. В большей степени примечательно, что таким образом является подпольный человек Достоевского. Хотя, как известно, в подавляющем большинстве женских дневников и автобиографии основным предметом обсуждения и осмысления является собственная женственность автора и женственность как таковая. Когда «я» конструируется, как пишет Ирина Леонардовна Савкина, на осознании значения культурной категории «женщина» для моделей женской индивидуальной судьбы. А Баркова избирает в качестве модели собственного «я» персонажа мужчину. И более того, признания написаны вообще от мужского лица, внука подпольного человека, а не внучки. То есть дейеристка как бы экспериментирует со своей гендерной идентичностью. И крайне интересно проследить, как в этот стилизованный подзаписки из подполья текст проникают личные обстоятельства автора. И Достоевские мотивы мало по малому замещаются нитшианскими. И чем дальше, тем больше текст перестает соответствовать избранной маске, в том числе и в гендерном аспекту. А в первом же абзаце «Признание» автор указывает на свою литературно-психологическую генеалогию. Называет Достоевского величайшим из подпольных, который поразительно нашу сущность выявил. Причем сразу вводится тема невинности. Приятно ее поразить, чтобы она к черту полетела. Здесь начну уже от себя. Вы не знаете, как приятно шарашить невинную чистоту. Черт знает, как приятно. Хотя стилистическая организация текста и его прямая адресованность, которая вообще для одни века не очень-то характерна, для него скорее характерна, посвенная адресация. Действительно, вот резко напоминаю записки из подполья. Сама по себе тема о шарашивания невинности в повести Достоевского отсутствует. Или почти отсутствует. Сама Алексея Моневинный там встречается в такой важной совершенно другом контексте. И эта тема, шарашивания невинности, является именно Барковской. Как показывает, в частности, анализ переписки Барковой начала 1920-х годов с ее подругой Клавдией Ивановной Соколовой, впоследствии Селяниной. Переписки, которые чуть ли не полностью построены на этом приеме и на показном цинизме адресантки. Правда, цинизм Достоевского тематизируется, конечно, да, и в большой степени как напускной. И у Барковой он напускной в гораздо большей степени. Ввязывается с душевным максимализмом Африки. Не знаете быть невинным всякий дурак сумеет? Нет, вот знай, невинным будь. Как и в случае подпольного человека, который отчаянно мечтает прекрасным и высоким, смешивая в своем лице разные исторические и литературные образы, в том числе Пушкина, императора Наполеона, Барковского Мамфа, другие маски. Напомню, да, он говорит, я, например, над всеми торжествую, мечтает он. Все, разумеется, в опрахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и коммергером, получая несмертные миллионы. Тот же жертву их народ человеческий. Тут же исповедуюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не просто позором. Заключаю в себе чрезвычайно много высокого и прекрасного, чего-то манфродовского. Все плачут и целуют меня, а иначе что же бы они были заболваны? А я иду босой и голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под австралицем. И внук подпольного человека, она же дейеристка, сравнивает себя тоже с императором Нероном, с Макеавелли, с Цезарем Борджио. При этом Достоевская тема распадается на две линии. Одна связана с процитированным фрагментом записок из подполья и с бесплодными мечтами о величии, в том числе душевной. С желанием завоевать жизнь, одержать победу и при этом со способностью сжечь все. С равным иронным пожаром Рима, единый миг. И вот эти схожие интенции выражены в письме Барковой Клавдии Ивановне Соколовой от 16 февраля 1923 года. То есть пять лет лет между записью, которая составляет основной предмет моего внимания, и письмо. Люди, ищущие жалости и сочувствия, пишут о нас, достойны богодельни. Я ищу страсти, оставляющие пестроты, жестокости, способности играть. То есть все ставить на карту, за малое и за большое. Я хочу быть славной, богатой и великолепной, чтобы смочь в один сумасшедший день экстаза для новой героической и мучительной игры сжечь все это богатство и великолепие, пишет Баркова. И вот эти мысли-чувства не оставят писательницу и гораздо на более позднем этапе ее жизни, уже в 1950-х годах, хотя будут оцениваться ею иначе. Таким, как «Я этого мало», «Безумная жажда», «Самоутверждение», «Творчество», «Власти над человеческой душой», «Жажда изменения мира», «Свойства печальные», «Асоциальные», «Преступные». И вторая линия Достоевской темы в признаниях подпольного человека связана с мотивом мучительства. Подхватывая мысли подпольного человека о том, что из любви нарочно человека можно мучить, его внук развивает ее в декадентском, в таком отчетного садомазохистском духе. При том, что, напомню, в эти годы соответствующие мотивы широко разрабатывались в билетриистики, в частности, женская, например. Мы все помним у Анны Мары. Баркова пишет, что «Женщина на кресте» – это 1916 год, очень близко. Что нейрон, мелко плавает нейрон, мы современные мучители, подпольные люди за пояс его заткнули. «Я еще 15 лет был, а уж да что, однажды приснилось мне, будто я друга убила. Вот ощущение-то было, наслаждение самим процессом убийства, зверское сладострастное чувство, расставкать, разорвать, изранить свое собственное тело». Подпольно-подпольному человеку его внук фонтанируют парадоксами и силогизмами, моральными экспериментами, которые в признаниях, в отличие от записок из подполья, остаются только мысленными. Вот эти парадоксы и силогизм сводятся у Барковой к двум основным темам – самоутверждение, которое может прятаться под внешней любовью к ближнему, и ненавистью к убеждению, то есть моральному реалитивизму, что тоже раскорение черта героев Достоевского, а эпохи Рубежадевского. «Люди с убеждениями – самые глупые, тупые и веслоухие, а с другой стороны, то, что я высказываю сейчас, тоже убеждение». «Ха-ха-ха». «Итак, мое главное убеждение – все истинно и все ложно, долой убеждения, мой девиз – да здравствует Софисты, Макиавелли, Цезарь Борджа и долой романтик». Мотив ненависти к романтизму, конечно же, тоже ведет свое происхождение из описок из подполья. Вспомню, в частности, рассуждения подпольного человека о русских романтиках, свойства которых, цитирую, «все понимать, все видеть» и «видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительнейшие наши умы». «Ни с кем и ни с чем не примиряться, но в то же время ничем и не брезгать, все обойти, всему уступить, со всеми поступить политично, постоянно терять из виду полезную практическую цель, усматривать эту цель, через все энтузиазмы и томики лирических стишков, и в то же время и прекрасное, и высокое, по гробе своей жизни себе сохранить нерушимо». Вот это обнаружение внутренней двойственности русских романтиков, разоблачаемой героем Достоевского как лутовство и, в конечном счете, лицемерие, недостаток духовного максимализма, который, в конечном счете, только живет и делает романтику романтиками, у Барковой кристаллизуется фигуре Жуковского, Василия Андреевича Жуковского. Да, мы помним, что он, собственно, достиг высоких чинов, был близок к царям, еще в старости женился на молодой девушке, тем самым предав, согласно внуку подпольного человека, идеальную возлюбленную свою молодость. Баркова пишет, «примите скротостью и смирение, неиспосланное небом испытание, как наш Вастенька Жуковский, пожалуй, в 70 лет женитесь на 16-летнем, и песничанье ваше гроша не стоит». Общее для подпольного человека и его внука требование максимализм приводит обоих к противоположности, надзвездности. Если уж не удается быть идеально возвышенным, приходится, напротив, простираться в грязи. «Я сладострастник», говорю открыто, «сладострастие дает тон всем моим духовным и физическим переживаниям», решет внук подпольного человека. Вот это сладострастие мотивируется Барковой тем, что скучно и пресно в раю господа. При этом, что в высшей степени характерно для Барковой, в отличие от персонажа Достоевского, это все остается сугубо бравадой. И в письмах молодой Барковой мы обнаруживаем ровно то же сочетание напускного цинизма, признание в порочности и сладострастности натуры. И это при том, что одновременно мы же здесь же находим признание в свое детство. Она пишет, вот опять же, Клавдия Ивановна Соколова. «Никак не ожидала, что эксцессы моего отрочества могут повториться. Третий раз в жизни женщина порабощает мою безрассудную роковую чувственность. Меня, конечно, никакие моральные соображения не остановили. Мне таковское». И в другом письме, значит, лето 1923 года, тоже Соколова письма, значит, «Познам ли я до конца, что непристойный каламбур выскочил из каких-то темных переволочков мозга? Вот он, заставляю вам случай покраснеть. Позникло ли я до конца, конец известного органа противоположного пола? Нет, ни начало, ни конца, дорогая многоопытная женщина, не стремлюсь познать». И третья тоже цитата, 27 сентября 1923 года. «А я сейчас, подобно Буриданову ослу, стою перед двумя хапками сена. Обе заманчивы, и аппетита хватит на обе. И оба идеально, божественно глупы, и, вероятно, нежны и пушисты, как ангорские коты. И почему бы, например, если бы я подмигнула не прийти им ко мне? Я умна чертовски, остроумна, страстна, цинична и девственна, бесстыдна и целомудрена одновременно. «Согласитесь сами, соединение нелишённой пикантности. Что такое аминь? Предмет потребления с головой набитой душистой, наивной, умилительной и невозможной дрянью». И вот здесь, по-моему, замечательное письмо, крайне интересное, для всяческого анализа, в том числе и психоаналитического, но это я не буду трогать. Здесь следует отметить несколько важных моментов. Во-первых, Баркова фактически определяет себя как тайную мужскую мечту, поскольку именно сочетание целомудрия и бесстыдства составляет своего рода женский идеал патриархатного общества, который, само собой, недостижим и невозможен, и внутренне противоречит. Во-вторых, Баркова одновременно осуществляет своего рода гендерный перевёртыш. В своих мечтаниях она занимает традиционно маскулинную позицию, силы и власти, тогда как мужчина оказывается редуцирован до традиционно женской роли красивого объекта, вешённого ума, собственной воли и нужного фактически лишь для украшения жизни. Вот то же самое мы встречаем в рассказе Баркова и 26-го года «Стальной муж». И обе эти тенденции в совокупности ставят автора процитированных письм в позицию, как бы вознесённую над мужчинами и вообще над объектами георетического интереса, с которыми были женщины. И в-третьих, создаётся, как у подпольного человека, противоречие между реальностью и мечтами, саморепрезентацией внешней и внутренней, которые оказываются трагически разнесены. Причём, если обиженность подпольного человека проистихает прежде всего из-за его социальной допривации, он чувствует свою униженность прежде всего, потому что он беден, то в случае его внука, в биористке речь идёт в первую очередь о несоответствующей мечтам внешности. Хотя оба препятствия в реализации вот этих наполеоновских фантазий имеют место у обоих просто в разной пропорции. Баркова, особенно в молодости, очень комплексовала из-за своей внешности. В стихах называла себя чувствительной уродиной, а в переписке признавалась. Ещё одно письмо Клавдии Соколовой, 18 октября 1922 года. «Главное для меня сейчас, 21 год, при моём темпераменте, неприятно осложнённом скверностью моей физиономии, главное – это самым грубым образом жить. Понимаете вы это слово? Не мерехлюндию разводить с остроумным пьеро, а с медведями ломаться, на быков в красном плаще выходить, любить так, чтобы кости хрустели. А это не удаётся мне». Неудовлетворённость своей внешностью и при этом попытке противопоставить себя другим, более конвенционально привлекательным женщинам, это, конечно, типичный эго-документальный мотив. В частности, процитирую замечание Леонардо Высавкиной из одной из её работ. Она пишет, что есть заметные гендерные разницы между юношескими и девичьими дневниками. Последнюю гораздо большее место занимает обсуждение собственной внешности и подходящих моделей женственности. Любовь и дружба – ключевые темы автотекстов девушек. И в другом месте – типичный девичий дневник, страница которого заполнена описанием собственных физических и умственных недостатков, тоской по совершенству, нежеланием разделить скучную участь обыкновенных женщин. При знаниях муку подпольного человека этот мотив оказывается заретуширован благодаря смене гендера пишущего субъекта, как я постаралась показать кучу сопоставления в правильных местах, с перепиской не до конца стёр. Представляя себя в роли внука, а не внучки героя Достоевского, да и риска фактически избегает разговора на неприятную ей тему, сохраняя одновременно соответствующие ассоциации, которые уже прямо будут проговорены в более поздних и нестилизованных под определенный источник текст. И при этом не следует опускать изведу, что более половины объема признания посвящено теме любви. Ее приоритетное место тоже, конечно же, составляет черту женского и особенно женского эгодокументального текста. Развивая тему сладоострасти, внук подпольного человека вводит докадентские мотивы рождения и упоминает таких писателей, как Вербицкая, Арцебашев, которых третируют довольно презрительно, в отличие, разумеется, от Достоевского, в чём творчестве и находит источники для современных переживаний и садоматонахистского свойства. И тут, конечно, прежде всего, не записки из подполья, романы важны, особенно братья Карамазова и Беса. Значит, Баркова пишет, «Вы прочли в газетах, что любовница генерала Афанасовича истязала дочь своего седовласого покровителя. И в конце концов у вас является желание быть или на месте жертвы, или на месте мучителя, смотря по настроению». И вот в этом извращении чувства пишущий субъект обнаруживает коренной недостаток природы как таковой и, следовательно, выражает необходимость встать выше неё. «У меня один закон. Я выше всего, выше природы и Бога. Что хочу, то и делаю». И здесь, конечно, ощущается не только вызов Богу, бросаемый романтическими, ироническими героями, и не только парадоксой, а-ля Достоевским, но и просто подростковое самоубверждение. В соответствии со стратегией осмеяния, снижения всего высокого, внук подпольного человека вновь возвращается к романтическому дискурсу, который и подвергает отрицанию. В любви пишущий субъект усматривает исключительно требования организма, что, конечно, соответствует биологизирующему, нейтралистскому, неонатуралистскому дискурсу второй половины XIX века и рубежа века. Святое небесное чувство, вздор, сантименты, кислятин. Предположим, что вдруг какая-нибудь нежная и чистая девушка мечтательно признается. Вчера вечером сидела у окна, она выходит в сад, и читала Натсона. Вдруг неожиданно какое-то грустное, чудное чувство охватило меня. Какая-то нежная тоска. Захотелось выплакать накипевшие слезы на нилой груди. А я скажу. Девка, видно, на возрасте пора и замуж. Ишь ее разбирает. Она врет, что в груди у ней появилось тоскливое сладкое чувство. Не в груди, а пониже. Надетая дейеристкой маской и воспроизведение целого ряда штатков, от ощущений Татьяны Вегении Онегине, сцены с Наташей Ростовой «Окна в войне и мире», до читательского культа Натсона, затрудняют понимание того, действительно ли юная писательница так воспринимает происходящее с ней изменение, то есть деконструирует собственные чувства и собственную сексуальность, или же речь идет скорее о напускном цели. И здесь все-таки выясняется, что существовали поэты, у которых любовь действительно была высоким и небесным чувством. Конечно же, по мнению внукоподпольный человек. Таковыми оказывается Михаил Юрьевич Лермонт и особенно играл по, еще из стихотворений Аннабелли частично цитируется дейерист. Воспроизводится столь любимый в романтической поэзии мотив «Мертвой невесты», который был, конечно, подплачен модернистской литературе. Вспомним, например, знаменитый стихотворение «Брюссова. Призыв» или «Набелла Кузминации» «Тенифилида и невеста». И у Барковой можно даже, на мой взгляд, усмотреть отсылку к призыву Брюссовскому. Он говорит, у вас не так, друзья мои, совсем не так, Серафимы вам не завидуют и в саркофаг за своим предметом вы не полезете. Это Брюссовский мотив. У «Мерлодарья» найдется окулимин. Фактически у Барковой здесь происходит маленький переворот, когда образ пишущего субъекта не только далеко отходит от первоначально задуманного, но и обнаруживается тайное стремление дейеристки и к романтизму, и к вечной любви, и к высокой поэзии, то есть ко всему, что с цинизмом, казалось бы, осмеивается, и в чем по ее ощущениям ей отказано. И в силу глубоко прозаического состояния окружающей действительности, и в силу ее собственной, неспособности, внушать подобные чувства. И вот те же глубокие противоречия, напомню, составляют ядро дебютной, оставшейся единственной книги стеклов Барковой «Женщина», опубликованной в 1922 году, книги, которая строится на борьбе полюсов, борьбе противоречий в душе лирической героини. С одной стороны, это стремление ее стать новой женщиной, отринувшей все цепи прошлого, в том числе нормативные фемиумные качества, культивирующиеся веками, такие как нежность, жалость, хрупкость, а как материнство. А с другой стороны, неспособность это все вполне осуществить. Героиня отказывается от романтической любви, от мира интимности, ради любви ко всему человечеству и социального действия. Отказывается она от всяких примет женскости, от длинных волос, грации, прелестной немоты, как она пишет. И образ героини маскулинизируется, но достижения этой идеала женщины-грядущего покупаются тяжкой борьбой с собой и кровавым испытанием. В признаниях, да и рискка еще не стремится стать женщиной-грядущего, а стремится преодолеть ощущаемую ей ущербность, несоответствие собственной фигуры, романтическим мечтам и фантазиям другим типом брава, несшанским самоутверждением в духе сверхчеловека, который находится в неморальной тюрьме. Скажу я вам так и быть, что по-настоящему люблю и во что фанатически верю. Во власти красоту и пойду за эту власть и красоту куда угодно и стану рабом власти и красоты. И вот здесь, конечно, Достоевская почва признаний совсем уже стащается, так что не случайно, по-видимому, ощущая вот этот сбой стилизации, буквально через несколько абзацев Баркова текст обрывает. Но до этого еще писательница как бы спохватывается и на мгновение возвращается к императорским мечтам подпольного человека. Самому бы мне хотелось иметь эту власть и эту красоту, да нет, еще мелко плаваю, чего-то еще не хватает во мне, хотел бы я стать императором мира, более-менее. Но вновь врывается декадентская нотка, которая здесь звучит совсем по-детски. Больше всего я хочу бесконечного могущества, сконцентрирования в себе всего прекрасного, порочного и божественного. И поддерживается, конечно, это ощущение детскости пишущего субъекта финала. Все, все надоело, конец признаний внука подпольного человека. Подпись «конец» ставят дети в своих титуалах. И незадолго до этих строчек, когда попытки подделаться под Достоевского уже оказываются разрушены, из-под маски внука подпольного человека настойчиво проглядывает собственное лицо до иеристки, возникает принципиальная для Барковой, как для любого писателя, тема творчества и литературного таланта. И здесь проявляется тот же максималин, который свойственен душевному облику автора признаний вообще либо все, либо ничего. Чехов сказал, и маленький талант должен кричать, хоть голос и небольшой дам речи. Но нет, это он соврал. Толстой, например, заорет, а какой-нибудь рядом пищащий во весь голосишко мужи разве будет услышан? Зачем зря хрипнуть? Смешное положение встало. Нет, по-моему, уж быть так быть, а не быть, так убирайся к черту на куличке. И в итоге следует горькое признание, а за ним вопрос о самоубийстве тоже, конечно, типичный юношеский вопрос в данном контексте. Любви нет, власти и красоты великой у меня нет. Весьма рискованно. Писать, получать деньги, жениться, ездить на литературные вечера, приобрести известность сомнительную. Да, Меканки, небесная сфера. Все это, разумеется, уже очень далеко от записок из подпольных. То есть по мере писания признание внук подпольного человека, как я думаю, все больше превращается во внучку, задаваясь проблемами типичными для дневниковых текстов юной девушки, что становится особенно ярмой в сопоставлении с письмами Барковой. И мотивы Достоевского постепенно как бы рассеиваются, уступая место ряду других, прежде всего нитшанских и вообще таких докаденских. И, конечно, в связи с признаниями стоит еще один вопрос о гендере автора. Насколько то, что даэристка избирает мужскую маску в автодокументальном тексте может свидетельствовать о сложностях ее гендерной самоидентификации. Еще вкупе с той маскулинизации лирического субъекта, о которой я сказала в отношении книги стихов Барковой женщины. И той же маскулинизации отмеченной героиней ее пьеса Анастасия Костер 23-го года. То есть это явление систематическое для раннего творчества писателя. И тут надо сказать, что гендерная рефлексия сопровождала самое интимное переживание Барковой и отразилась в целом ряде ее текстов. В письме Клавдия Ивановна Соколова 14 июля 22-го года она пишет о собственном рождении. Угораздило моих покойников в последний раз вместо сына родить дочь себе наговорит. Имея в виду свой неженский характер и эротический интерес к женщине. В незаконченной поздней поэме автобиографического типа это уже 1954 год, первая и вторая поэма о двух арестантках Баркова размышляет специально о соотношении маскулинного и фемининного в своей личности, приписывая мужские черты и современные ей женщины вообще влиянию революционной эпохи, которая сделала из запуганной жены и матери, которыми она сама никогда не была, того, что буднично стоит у пулемета у штурмала. Процитирую. «Вполне ли женскую душу и владели героини наши? Вопрос и каверзен, и страшен. Чрезмерно мужественно стала жена-любовница и мать, и стало новое начало над старым дней преобладать и в форме новой, очень сложной, такой загадочной, тревожной, пылающей таким огнем, ну и так далее. При этом в поэме, которая писалась примерно в то же время, 1953 год, нечто автобиографическое, так называется поэма Баркова, высказывается вполне однозначно, предчувствуя будущие академические, в том числе гендерные студии, и желая закрыть вопрос. «Полустертые мои страницы, может быть, отыщет кто-нибудь, и придется чудаку по нраву, едкость, злых царапающих строк, перешит он, вот достойные славы, полугений и полупророк. Нам гадать придется много лет, за какое сумрачное дело пострадал блистательный поэт, не поэт, простите, поэтесса, почему, если углубиться в суть, то и здесь какая-то завеса, к истине нам преграждает путь. Едкий ум, не знающий пощады, о коллеге, не мужской ли ум, о душа, отмеченная хладом, нрав сухой и жгучий, как саму. С женственностью это все не схоже. Это как бы говорит вот ученый. С негодованием мои кости, а чужие кости застучат. В полумужской загробом записали, я всю жизнь, всегда всю жизнь была одна. И вот это вот страстное высказывание наполнительно свидетельствует о том, что хотя внешняя мускулинизация действительно характерна для творчества Барковой и осуществляется ею под разными масками, в том числе такими едва ли не противоположными по модусу как внук подпольного человека и воительница, как в поэзии Фейзи Анастасии Костер. Проистекает эта мускулинизация, на мой взгляд, не из сложности гендерной самоидентификации писательницы, не из несовпадения пола и гендерной, а исключительно из ее попыток защититься от того неудачного и удовлетворительного образа собственной женственности, который ей представляется. Спасибо за внимание и закончу. Как всегда, сама же и сообщаю о том, что можно теперь задавать вопросы. Да, Кристина, я вижу, поднимает руку. Пожалуйста. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос есть и соображение. Вот вопрос про то, где был опубликован этот дневник. Ну, собственно, не так давно он был и опубликован. Это сборник, в котором собрано различные произведения Барковой на данный момент, хотя это 2002 год, но до сих пор это самое представительное собрание произведений наследия вообще Барковой. вечно не та. Составление Леонида Таганова это главный наш знаток творчества Барковой, который очень много сделал для ее, просто для публикации, для того, чтобы открыть этого автора. И неизвестно, планировала ли она это для публикации или для просто того, чтобы были скомпотены. Я поняла вопрос, неизвестно. в комментариях, хотя комментарии к этому полу очень обширные, ничего об этом не сказано, и эта тетрадка вообще хранилась у ее подруги поздних лет. Неизвестно, предназначалась ли она для публикации, но судя по тому, что здесь присутствует такая прямая адресация, не косвенная, как это обычно бывает, вполне возможно, что автор рассматривал возможность публикации. Напомню, автору было 15 лет, то есть это текст 15-летнего человека. Ну вообще в это время же были такие разные игры с дневниками, как у Кузьмина тоже, который он вообще читал, как он даже тоже там непонятно планировал ли ликовать или в архив сдать, и там тоже все непросто. Да, тут, конечно, сам интерес, сам вопрос о типе такого дневника, типологии дневниковой важен. Ну вот, что касается Кузьмина, то мне кажется, что это дневник другого типа, он там не пытается все-таки надеть какую-то маску на себя, показать себя не тем, кем появляется. Это очень такой текст открытый, он не пытается там себя показать не таким, как он есть. А автор тут вот в этом дневнике, конечно, это с одной стороны стилизация под определенный литературный претекст, а с другой стороны это такая подростковая попытка подросткового самоутверждения, которое тоже пытается вот человек себя пытается представить сконцентрирование во мне всего прекрасного, порочного и величественного. Ну да, это примеривание на себя вот этой мужской роли. не только мужскую роль, вообще такого какого-то великолепия Баронического и Докаденского, при том, что это пишет дочка швейца, 15-летняя, только заканчивающая гимназию, очень бедная, некрасивая и так далее. еще такое соображение по поводу сказанного о том, что автор усматривает, ну, любовь определяет как физическую потребность организма. Это вот по крайней мере в женской прессе то, что я видела, это именно определялось как такая мужская потребность. И если в женщинах, в каких-то героинях, например, литературных, театральных это замечалось, то это обычно именно определялось как какая-то мужская особенность и то, что противоречило женской сущности, такой тонкой, романтичной, нацеленной на создание семьи, духовное единение с супругом. Спасибо. Согласна, конечно. И вообще вот эти письма Соколовой, мне кажется, замечательными, конечно, очень, ну, настолько откровенными, что это даже удивительно, да, конечно, это начало 20-х годов, конечно, время, так сказать, то, что было раньше, нельзя остановиться, можно, революционные преобразования, каланта и все дела, но тем не менее, тем не менее, это, конечно, очень такие тексты резки, так сказать. Спасибо. Мария Викторовна, вопрос вижу. Мне, наверное, даже трудно сформулировать точно, Вероника, вопрос, потому что я именно над этим подтекстом любого женского текста в последнее время думаю, потому что мне показалось, ну, меня как раз меньше интересует подростковая бравада, умение, так сказать, выстроить свою будущую жизнь, я убираю вот эти возрастные элементы, меня интересует скорее, как в женском тексте, который напяливает на себя маску мужского, даже, так сказать, говорит, все равно, даже если имеются какие-то трансгендерные моменты, как у Барковы, они на протяжении всей жизни были, потому что она как бы женщина, которая испытывала определенный эротический интерес к представительнице собственного пола. тем не менее, проскальзывает по тексте и потом обнажается вот это женское начало. Неважно, как сконструированная фемининность, как она для себя ее представляет. Вот действительно ли какая-то получается, что все-таки некая биологическая природа, даже при ее трансформации, она рано или поздно в тексте будет пробиваться? Или мне это все-таки кажется? Потому что в вашем докладе под конец вы все-равно говорите, что она постепенно превращается из внука во внучку. Вот на ваш взгляд, это действительно такая тенденция женского текста, при котором никакие одежды, никакие так сказать общественные трансформации, никакие гендерные перетурбации не могут скрыть некой биологической предрасположенности. Если мы будем понимать, биологическое очень широко, как условно говоря, наличие биологических признаков, потому что в Аркове эти признаки все равно были. Другое дело, что психологические там было по-другому. Вот я просто сейчас работаю конкретно над женскими текстами, где как раз все время претензии, что они думают о любви, они думают соответственно все время о своей внешности, это какой-то такой негативизм по отношению к женскому тексту, но ведь это, видимо, какое-то природное все-таки женское начало, ей-богу думать о любви в большинстве случаев, или скрывать эту думу, но она все равно проскальзывает, или это все-таки мне показалось. Какая-то биологическая доминанта вот этого любовно-чувственного эмоционального эмоциональной предрасположенности, она в женском тексте присутствует. Вот я плохо сформулировала долго, но, наверное, понятно все-таки. Да, совершенно понятно, поэтому и, собственно, и хорошо сформулировала. Я бы не сказала, что это обязательная черта. Мы, ну, так сказать, не буду теоретизировать тут, а просто укажу на конкретный пример. Вот, по-моему, в текстах Зинаида Николаевна Гиппиус, когда она пишет от мужского лица, ничего такого женского не присутствует. Если мы почитаем мемуары Мартынова, если, ну, например, да, мемуары Мартынова, это, это как бы, да, то, на мой взгляд, если не знать о том, что, так сказать, за мужским рассказчиком скрывается женский автор, этого и никогда не почувствуешь. то есть вот практические примеры показывают, на мой взгляд, что нет, это не составляет необходимую черту женского, того, что пишут женщины. С другой стороны, я должна еще добавить, что вот вы говорите о некоторой трансгендерности, но я бы не сказала, что здесь речь идет о трансгендерности, а как раз Бакуа в позднем своем тексте очень отчетливо говорит, я всегда всю жизнь была она. То есть у нее нету проблем гендерной согласной ситуации. У нее сексуальности гендерной это все-таки разные вещи. Да, она была бисексуальна, но, так сказать, при этом она была женщиной и ощущала себя женщиной. Женщина, которая любит других женщин, вот и все. Мне кажется, так. Вероника, у меня тогда еще такой по этому поводу вопрос. Мне кажется, что надо отличать тексты высоко талантливые, как у Гиппиус, где она может перетрансформироваться, потому что мы все-таки знаем, что Толстой хорошо показал роды, да, для этого ему не нужно было рожать, он только смотрел, как рожает его жена, но тем не менее переживания Анны Карениной он описал, как говорят, очень-очень достоверно, понимаете, гений, он действительно перевоплощается, тот же самый Бунин, я могу перевести там «Заря всю ночь», это действительно переживание женщины, молодой девушки, хотя это довольно ранний рассказ, и Бунин еще не очень сильный автор, гений может перевоплощаться. Мы все-таки говорим, Баркова очень хорошая писательница, очень талантливая поэтесса, но все-таки это такой добротный, высокий уровень, но не как бы Цветаевский, если соблюдать сиерархию. Поэтому действительно мемуары Мартынова это переживание юноши, это мальчика, у которого есть гомосексуальные пристрастия, и если не знать кто, безусловно так. Но я говорю как раз, меня больше, поскольку интересует билетристика, такой уровень средний, мне кажется, что как раз неким средним женских текстов рано или поздно вот это женское лицо все равно как бы проглядывает. Вот они не могут полностью перевоплотиться, пересоздастся, создать вот этот образ и в него переключиться как гении. И поэтому их в этом плане может быть легче гендерно транскрибировать, понимаете, потому что гении очень трудно. Ну что ты у Пушкина получишь, если ты будешь его разбирать гендерно? Вы меня извините, кроме среднего статистического мужика первой, третьей, девятнадцатого века, которому хочется больше пообтрахнуть и крестьянок тоже. Ну и что ты получишь от Пушкина, понимаете? А вот в средних текстах это, конечно, получается очень показательно и интересно. Вот я про это как бы спрашивала, потому что у них обнажаются их подлинные желания. Они хотят быть другими, так сказать, создавать тексты от другого лица с другими тенденциями, потенциями и прочее. Но вот эта женская природа любовного там томления, она как-то все время, все время пробивается. А если они создают современный текст, где женщина там воительница и мужественная, мужественная, то это тоже довольно плоско все-таки получается. То есть только революционерка, которая должна отрубить себе все там половые органы и все, и ни о чем не думать, и полностью посвятить, и любить только революцию. Вот о чем я говорила. Спасибо. Да, если говорить о массовой продукции, билетристике, то я думаю, что очень близко к правде. Хотя вот иногда тоже есть, например, такой текст, я вспоминаю о Марии Евгеньевне Любберг, Дабы, Тазарпуль, новелла, где повествование ведется от третьего лица, то есть мы не знаем, собственно, у рассказчика нет никакого генда, но при этом ведется с точки зрения в большой степени, там, понимаешь, переключение точек зрения, но в большой степени с точки зрения одного из мужских персонажей. Я бы сказала, что там тоже нету такого отчета, то есть нету женской позиции, хотя, опять же, герои гомосексуальницы. Я не знаю, взаимосвязанность или нет, интересно. То есть каждый раз надо разбираться конкретно у кого что, я так понимаю, то есть тут не может быть общей шапки, наверное, какой-то. Да, хотя с тенденцией, я думаю, именно такая, как вы обозначили, что общая тенденция все равно такая. спасибо. Да, Катя. Добрый день, дорогие коллеги. Я хочу немножко в другое русло повернуть нашу беседу, потому что очень много было уже сказано о гендере, о том, как у Барковой все это проистекало и в жизни, и в текстах, и в последующих текстах. Но вот у меня к этому тексту такие вопросы и к теме, собственно, доклада, стилизация, стилизация, дневник, стилизация, эго-документ. В какой мере вообще этот текст можно считать дневником, дневниковым текстом, отрывком, дневникового содержания, эго-документом? Понимаете? Потому что это ведь может быть эссе, которое маскируется под эго-документ. То есть не эго-документ, который маскируется под... Не эго-документ, а не эго-документ, который маскируется под эго-документ. Мне кажется, здесь столько стилизации, столько игры, что вообще, может быть, не стоит это рассматривать как эго-документ, как дневник. И вот эта вот маска, и дальше там чего только нету, ну, Леоника всё это называла, сколько аллюзий, сколько отсылок, сколько концепций там перерабатывается, то есть это такой очень синтетический текст, ну, по сути дела, круг чтения молодого автора, круг его мыслей по поводу этого чтения, и абсолютно действительно сконструированная некая я, наратор, который это всё собой объединяет. Я бы вообще это не назвала эго-документом, потому что, в принципе, в любом тексте, который выходит из-под пера автора, авторское я присутствует, ну, как бы присутствует, правильно? Ну, не обязательно же каждый текст, где присутствует авторское я, и как-то проявляется, и даже биографические подробности мы называем это документом. Нет. Ну, то есть это очень, на мой взгляд, это литературное эссе. Это во-первых. Во-вторых, вот, мне кажется, тут очень много можно подумать о соотношении с Достоевским, то есть всё-таки не всё сводить к анализу, там, где там гендер как там проявляется, и как он в последующих текстах через 70 лет проявляется, о сосредоточиться на этом тексте и сравнить его с Достоевским. А вообще, как она препарирует Достоевского? Почему? Потому что, ну, что такое вообще подпольный человек у Достоевского? Ну, подлец. Это абсолютно отрицательный персонаж. Она берёт эту маску, которая в её тексте вовсе, как бы, ей не ощущается, как маска-то такая, прям уж совсем отрицательная, позорная. Она изменяет коннотацию, но что она берёт у Достоевского-то, по сути дела, всю вот эту, всю подлость, всю низость, она, как бы, невидим. По сути дела, она берёт социальное, то есть некая социальная маргинальность, выраженная в подпольном человеке, которую она ощущает в себе, будучи там, ну, дочерью швейцара, ну, то есть вот эта вот, ну, как сказать, принадлежность к низшим слоям общества, мне кажется, что вот у неё подпольность ассоциируется с этим, социальным. Всё моральное она убирает, заменяет совершенно другим содержанием там и, ну, все равно Ираника правильно сказала, и байронизм, и сверхчеловек, и ниши, и бравада, и всё на свете. То есть тут очень идёт сильная трансформация у этой маски. Но, по сути дела, какая-то только форма очень-очень отдалённая берётся, вот этот внук подпольного человека. И стилистика Достоевского, ну, в смысле вот некого монолога, очень многословного и очень такого вот, ну, а содержание этого монолога, оно же, в общем-то, мало имеет отношения к Достоевскому. И самое главное, удаляется оценка Достоевского, вот этого подпольности. Ведь она никакой анализа негативного этой подпольности не производит. Она её абсолютно, вот, это то, что Достоевского составляет суть, мучения вот этого подпольного человека. Да я вот подпольный, да я вот всё-таки великий. Вот этого уже у неё, как бы, нет в этом тексте. То есть я бы вот развернула немножко, если в будущем это делать в статью, от Гендера вот в другую сторону этот текст. Подумала, вообще, это эго-текст, и насколько он его можно считать эго-текстом. Ну, и как здесь вот Достоевский, зачем он здесь ей вообще нужен? Кроме того, что мужское лицо, вот она берёт, обозначает себя внуком до подпольного человека, до мужское лицо. Ну, вот такие вот у меня какие-то размышления, скорее. Спасибо большое, Катя. На самом деле, очень благодарна, потому что ты задала вот первый вопрос. Это был тот вопрос, который я сама задала себе. Когда я только начинала работать, тем более, что я, как человек, чувствительный к жанру, и, в общем, занимавшись в жанрологии, внимала. Я тоже задала себе вопрос, что это, собственно, за текст. И для меня, почему я всё-таки считаю, что надо говорить о признании от нового подпольного человека, как о эго-текстах, очень специфическом, очень необычном, но эго-текстах. Два соображения для меня основные. Первый вопрос того, что этот текст находится в составе дневниковой тетради. То есть вопрос чисто текстологический. Находится в составе дневниковой тетради. Не с художественными текстами, а дневниковыми. Один. И второй принципиальный момент. Уже не текстологический, а именно семантический. Это как раз то, о чём я говорила, по большей части. А именно о том, как постепенно из-под литературной стилизации выглядывает собственный лицо автора. То есть постепенно внук превращается во внучку, занимающие вопросы, пишущие в субъекты вопросы, сменяются вопросами. От Достоевского всё больше она уходит и занимается вопросами своей личной, самоидентификации, своё место в мире. И своей, так сказать, как постепенно всё больше и больше проглядывает женской. На мой взгляд, это совершенно неотменимые вопросы этого текста. Поэтому рассматривать, так сказать, вне системы гендерных координат, мне кажется, было бы как раз объединять текст. Да, собственно, сопоставление с записками из-под поля это некий первый шаг. Мне казалось, что я его проделала. Я постаралась выявить конкретные параллели. Я вижу, что там есть две линии. Это, во-первых, так сказать, мечты, эти бесплодные мечты о величии и одновременно самовлечивание. А вторая линия – это как раз осмеяние, романтизм. То есть кто такие романтики? Романтики – это вот ваш Василь Кожаковский. И поэтому, раз уж мы не можем быть по-настоящему надзвёздными, давайте-ка мы валяемся в грязь. На мой взгляд, говорить о том, что по записке из-под поля это только очень внешняя форма, было бы неправильно, потому что сам вот этот модус, так сказать, такой исповеди, которая направлена не на то, чтобы раскаяться, а на то, чтобы приподнять себя в своих глазах. Это, конечно, черта Достоевского. Сами вот эти вот тематические блоки – это тоже в большую степень из Достоевского. Хотя, безусловно, обработка Достоевских мотивов происходит именно в сторону, так сказать, вот освобождения постепенного от них и самораскрытия автора, как юной девочки. И поэтому для меня это, безусловно, эго-документальный текст, хотя и очень специфический. Вот, наверное, так отвечу на соображение. Не знаю, насколько это убедительно. Я думаю... Этот текст, мне кажется, можно трактовать по-разному, очень такой текст специфический. Просто вот меня что поразило, что для неё тема подпольности, вот этой вот подпольности, абсолютно лишена негативных характеристик. Да, она, безусловно, берёт определённые блоки темы размышлений, модусов каких-то, вот эти вот Достоевского, да, самовозвеличивания, всё берёт. Но удаляет вот эту тему подпольности и связанной с ней душевной низости. Вот это она удаляет. И для неё, получается, подпольный человек, как её дед. Это, ну, так сказать, генеалогия, это не позорно, в общем-то. Ну, то есть, какой-то тут очень, очень, очень апология, какая-то подпольности, по сути дела, что ли. Или для неё важно совсем другое, только вот эта исповедальность вот этого подпольного человека. Она очень многое... То, что Достоевского важно для Достоевского, она это нивелирует и подменяет другим содержанием. Вот как бы вот это. Ну, в конце, да, в конце у неё, конечно, более её голос такой вот барковский, какие-то нотки появляются, едкие. Ну, всё равно. Ну, я не знаю, я не знаю. Я вообще прочитала, что этот текст был помещён в какой-то гимназической тетради, не в дневниковой тетради, а написано где-то там сзади какой-то тетрадки, где она какие-то домашки делала, ну, где вот в её ученической тетради. Может, это неправильно написано? В комментариях... Я сама этот текст, естественно, не видела, не держала в руках эту тетрадку, но в комментариях написано дневниковая тетрадка. У меня даже там страница указана. Где-то... На какой странице, потом найдут себе. Вот, ну, так сказать, тут я ссылаюсь на то, что написано в комментариях. Я должна сказать, что я совершенно согласна с тем, что действительно Достоевское воспринимает очень своеобразно. Я бы сказала, что это такой отчасти бабок, если мы же говорим о Достоевском, воспринято как бы без... Ну, вот, что называется, на полном серьёзе. То есть, да, заголимся и обнажимся. Вот из этого, да, заголимся и обнажимся. Вот я такая, но этим можно даже как-то... Вот я такой, но этим можно даже гордиться. Вот что-то в этом роде. То, что там снимаются вот эти вот двойные, да, и тройные мысли в большой степени, вот я должна согласиться, конечно. Ну, если нет больше вопросов, то я предлагаю перейти к второму сегодняшнему докладу. Доклад Кристины Витальевны Сарычевой «Гендерная и литературная самоидентификация» и Забына Гриневской. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. У нас очень сегодня захватывающая тема дискуссии. Вот, и надеюсь, презентацию сейчас видно. Прошу прощения, что я без видео, у меня оно отключилось. Это что-то в компьютере, какие-то сбои. Литературная самоидентификация женщин-писательниц всегда была прочно связана с их гендерной самоидентификацией, что проистекало из распространенного убеждения в том, что существуют определенные роли, закрепленные за мужчинами и женщинами, и женщинам занятие литературой согласно этим распределенным ролям не подходило. Как известно, мотивировалось это и отсутствием способностей женщин к писательскому труду и тем, что это занятие как будто бы порочило честь женщины и ее семьи, не только занятие писательским трудом, но и чтение определенных книг было запрещено женщинам, особенно подрастающего возраста. Стать писательницей для женщин означало переосмыслить свою гендерную роль и каким-то образом ее подстроить от ее деятельности, которая должна была подвергнуть ее осуждению или предвзятому отношению и создать ей противоречивую репутацию, которая складывалась прежде всего в литературном поле, контролируемым мужчинами, критиками, издателями, другими писателями. Поэтому во многом многие женщины в литературе изначально развивались в салоне сначала, прежде чем публиковаться, прежде чем получить какую-то известность. Ирина Леонардовна Цавкина и Ария Розенхольм в статье «Как должны писать женщины» обсуждали четыре возможных пути, которые могла выбрать женщина в зависимости от ее самоопределения в литературе. Цитата. «Когда одни пытались перенять и адаптировать литературные образы и топосы, которые традиционно считались мужскими, другие создавали эльтернативное пространство для женщин внутри, но отдельно от мужского мира третья группа выбирала «Граничное существование», тогда как четвертое говорилось с женского поля, которое они воссоздавали, перенимали, переработали, воссоздали, перенимали и переработали в пространство передовых возможностей. Так, следующий слайд. Преследовательницы анализировали литературу первой и третьей середины XIX века в этой статье, однако для Рудужа XIX-XX веков такая классификация тоже вполне применима. Женское письмо и женская литература все еще занимали марглинализованное положение в контексте всей литературы. Отношение к женщинам со стороны мужчин-литераторов часто было предвзятым и вынуждало женщин оправдывать занятие литературой, либо скрывать свою гендерную идентичность под той или иной маской. Такая ситуация создавала драматический конфликт между самопределением женщины как писательницы и как женщины. В своем исследовании я пытаюсь проанализировать и показать, как развивалась самоидентификация Изабеллы Аркадьевны Гриневской как писательницы и как она была связана с ее женскими ролями, опираясь на ее художественные произведения, ее описание женщин в них, соотнесение с ее биографией, ее публицистику и дневники, не дневники, мемуары. Собственные сочинения Гриневской должны показать восприятие ею себя. Для того, чтобы понять, как Гриневскую воспринимали со стороны, от чего она должна была подталкиваться, выстраивая свою идентичность как писательница, я привлеку мемуары о Гриневской и статье, посвященной ее творчеству. Кратко скажу о ее биографии. На самом деле в ее биографии много темных мест и как это как об этом писала исследовательница Леоненко Петербургская, Гриневская на самом деле создала несколько вариантов автобиографии и там разнятся сведения по одним сведениям она родилась в 1854 году, по другим в 64-м. По одним сведениям она родилась в Сувалках, по другим в Гринской области. Отец ее вроде бы был судовладельцем. Известно, что она в какой-то момент приехала в Петербург и окончила в Петербург Бестужевские курсы. вышла замуж, но замужем была недолго, хотя именно благодаря мужу, девочью ее фамилия была Фитберг, что мне кажется это важным, потому что поменяя фамилию, она как раз-таки и благодаря своему мужу, который тоже был писателем и журналистом, она как раз-таки вошла в литературный круг петербургский. Но они расстались уже в 1886 году, но она продолжала именно свою литературную деятельность. Изначально она была переводчицей и потом уже к 90-м годам начала писать, публиковать собственные оригинальные произведения. И она чаще всего известность приобрела именно по фамилии Гриневская, то есть по той фамилии, которая подчеркивала ее гендерную идентичность не по фамилии Фитберг, которая наоборот ее могла бы затемнить. Но были у нее псевдонимы такие как Гр, Грин, Грин, Грин и Г. То есть все-таки в каких-то случаях она прятала гендерную идентичность под ними, но может быть не только идентичность, но вообще авторство, но именно известность приобрела под фамилией Гриневская. Она была и второй раз замужем за еврейским писателем Мортхе Спектором, но она очень быстро с ним разошлась, у нее была также дочь, но про нее совсем как-то ничего не известно. И это тоже кажется важно, что вроде бы женские гендерные роли определяются во многом через роли матери, жены, но в случае с Гриневской эти роли оказываются очень размытыми в том, что мы о ней знаем в ее биографии, которая у нас осталась. при этом ее фамилия как писательница именно демонстрирует, что она именно так себя определяла, и это видно и в ее творчестве, особенно в раннем творчестве. Выбор имени у нее соответствовал выбранной основной тематике творчества, в котором Гриневская обратилась первоначально к пристальному изучению и раскрытию женской психологии, ее отличие от мужской. Вот, например, в одной из первых пьес «Первые гроза» представлены стереотипные образы мужчины практичного, строгого, рационального, и женщины, которая переживает из-за того, что муж больше не проявляет романтических чувств. Ну, я писала относительно подробно в статье о женских образах Гриневской, но я просто хочу сосредоточиться здесь на том, как это связано с ее самоопределением. Здесь важно, что в этой пьесе роль женщины вся сосредоточена внутри дома, семьи, и даже когда она меняет, находится в поиске новых занятий, она все равно выбирает деятельность актрисы, что тоже, в общем, никак не меняет ее гендерных ролей, и все это нацелено именно на внимание мужа. сюжет пьесы отчасти еще напоминает стихотворение Гриневской муза, опубликован на сборнике стихотворения 1924 года, в нем художник призывает вдохновительницу, просит ее остаться, но она прощается с ним, объясняя свой ход тем, что она может ему наскучить. Важно, что хотя в 1790-е годы Гриневская никаких новых тем, по сути, не открыла, надо сказать, что для литературы и искусства рубежа 19-20 веков те образы женские и мужские, которые находила Гриневская, были очень подчеркнуты традиционны. То есть нет никаких смен гендерных ролей, нет никаких фамфаталий, дьяволических женщин. То есть все прямо очень традиционно и это как будто бы даже ее такая позиция была. Но свою нишу, видимо, в литературе она нашла именно в том, чтобы воспроизводить точку зрения, ход мыслей, развитие чувств женщин. И хотя видно, что в своем творчестве Гриневская была последовательницей Чехова, наверное, и других авторов малой прозы конца 19-го века, так же, как и они фокусировались на воспроизведении случаев из жизни, нелепых конечных ситуациях. И один из излюбленных приемов Гриневской внутренний монолог, конический эффект, который достигается через несовпадение того, что герои не думают с тем, что происходит на самом деле. И одна из излюбленных тем, которые объединяют многие произведения Гриневской, это чеховская тема взаимного непонимания близких людей. Но в случае с ее творчеством раскрыта эта тема через гендерные конфликты, непонимание, то есть столкновение женской точки зрения и мужской. она это прямо подчеркивает различия одного от другого. Особенно это хорошо видно в прослежит в статье «Оклеветанная девушка». Эта серия была статьей составлена из двух очерков «Оклеветанная девушка» и «Кого любит Софья Павловна». Очерки эти были посвящены Софье Павловсовой. в 1901 году были опубликованы в ежемесячных сочинениях. И она написала эти очерки, потому что она сама была актрисой и в одном театре однажды исполняла пьесе Грибоедова роль Софьи. И она воссоздает, видимо, она размышляла о том, как ей стоит строить свою игру. И может быть, из этого вылилась ее статья и она в них воссоздает мотивировку действий героини Грибоедова. Стремление предложить новую интерпретацию характера и поступков Софьи было продиктовано тем, что Бриневская исполнила ее роль как в пьесах и рассказах, так и в очерках о Софье Фамусе. И Гневская осуждает на тему непонимания между мужчиной и женщиной. В результате того, что она смотрит на действия глазами Софьи, фокусируя взгляд именно на ее высказываниях и реакциях, ее интерпретация комедии отличается от трактолога этих мужчин. Тогда, как они осуждали поступок Софьи, то есть ее выбор в пользу Молчалина, Гриневская объясняла его тем, что героиня любила Чацкого и отвергнув его и предпочтя Молчалина, она отомстила за то, что он ее покинул. Гриневская сочувствует героиня, понимая изнутри ее действия. Цитата, драма Софьи мучительнее, чем драма Чацкого, для нее рушится все по собственной любви, а Чацкому открыт еще далекий мир, ведь он является господином и судьей положения. Интересно также то, что, судя по всему, Гриневская и придерживается, и подтверждает ту точку зрения, что женщины не говорят напрямую о своих переживаниях, а только намекают на них. Это тоже распространенная была идея, и над ней иронизировала Растопчина в том стихотворении, которое анализировали Савкина и Розенхольм. Собственно, стихотворение так и называлось, как следует писать женщине. И вот эта точка зрения о том, что женщина должна скрывать и изъясняться намеками только о своих чувствах, желаниях. Это тоже такая идея, скормленная патриархальными представлениями об определенных ролях женских и мужских. Таким образом, Гриневская на первом этапе своего творческого пути позиционировала себя как женщина-писательница, подчеркивала свою гендерную принадлежность и осведомленности в женской психологии и в межгендерных отношениях. Стоит сказать, что поиски Гриневской в области женских персонажей для рубежа 19-20-х веков достаточно традиционно. Поведение ни одной из них не выходит за рамки традиционных гендерных ролей. Но отступление от этой темы все-таки есть. Например, была у нее статья Гаутманин, где она рассуждает о социальном неравенстве. И книга о Монтене, философии, хотя особенно книга о Монтене, о чем сама Гриневская как раз переживала, не была замечена широкой публикой. И вообще она была очень образована и эрудирована, но опять же это не всегда подмечалось судя по всему окружающими. И наверное ее это тоже вызывало у нее определенные переживания и размышления. Иногда она парировала, говорила о том, что на самом деле в обществе говорила о том, что она гораздо образованнее, чем они могут подумать. Заметная смена литературной стратегии ведущей, тема отказ прежде всего от прежде взятого литературного пути происходит во время написания пьесы «Баб», которая была написана в 1903 году. В ней писательница через историю персидского пророка и его единомышленница Курет обратилась к глобальным вопросам современности, социального гендерного неравенства, разобщенности людей и так далее. Гриневская в этой пьесе отходит не только от прежних тем, но и от литературной традиции, которая следовала ранее. И более того, персидские мотивы у нее были до этого, но буквально в паре текстов, и они, конечно, не развивались так глубоко и так основательно, как в этой пьесе, но в основном во всех ее произведениях действия происходят, ну, видимо, где-то в России там нет ничего такого экзотического, то есть все приближено максимально к такой обыденной жизни, которую читатель мог видеть вокруг себя. А здесь, во-первых, и другая страна, и другая эпоха, и тема, в которой Гриневская подступала, то есть, видимо, ее вообще интересовала и раньше тема неравенства. здесь она решилась наконец-таки на то, чтобы выразить, высказать максимально все, что она об этом думала через речь, речи и главного героя, главного героя, так, чтобы это заметила публика. И мне кажется характерным, что Гриневская в заглавии вывела имя именно пророка. У меня здесь есть вопрос, насколько вообще она видела, что с такой созвучи баб и такое простонародное название женщины, может быть, тут была какая-то игра, хотя, может быть, и нет, потому что все-таки драматическая поэма такого высокого жанра очень заканчивается она трагически тем, что Хурет в итоге уводят, арестовывают. Вряд ли она, наверное, хотела добиться комического эффекта, но важно, мне кажется важным, что она выводит в заглавии имя пророка, его прозвище, хотя сюжетно образующим персонажем, я бы даже сказала, вообще не менее важным, даже, возможно, конкурирующим по важности с героем мужчины является героиня Хурет, потому что именно с нее действие начинается, именно она проходит такую серьезную эволюцию в действии, с ней связана кульминация пьесы, именно ее арестом пьеса заканчивается, в то время как сам пророк по сути такой серьезной эволюции не проходит, объявляет в своей возлюблении в какой-то момент, о своих идеях, о том, что он хочет объединить людей и бороться с неравенством, уходит, потом снова появляется, и когда снова ее встречает, она решает как раз уйти из дома, она объединяет женщин, потом наблюдает казнь, которая производит на нее такое мощнейшее воздействие, и как мне представляется, интересно, что именно в этот период, то есть где-то в 1903 году, ближе к середине 1900-х годов, роль Гриневская, аналогичная в Секбуре Хурет, как и ее главная героиня, она участвует в борьбе с женщин с равноправием, ну, конечно, не в таком же масштабе, как главная героиня, все-таки пьеса, да, не это все-таки допустимо, она все-таки здесь допустима была большая часть вымысла, а сама Гриневская участвовала со своими лекциями, она сошла с деятельницами женского движения, публиковалась в женском деле немного, читала лекции на тему женского вопроса и в лекциях как раз-таки развивала те мысли, о которых говорила ее главная героиня, а именно о том, что там о проблеме возраста для женщины, что к женщине предвзяты отношения со стороны общественности в связи в связи с ее возрастом или что именно к женщине относятся, предъявляют требования не такие, как мужчинам, об этом она говорила в лекциях, но кроме того она говорила и о воспитании детей и о женщине на войне, ну много очень ей, наверное, больше приходилось, может быть, потому что эта тема пробудила большой интерес к теме этого религиозного движения бобизма и она читала лекции по истории этого течения, этого учения. Вообще эта пьеса сделала ее международно известной писательницей именно в ряду тех, кто интересовался бобизмом и особенно бахаизмом, она еще потом в 1910-е годы написала драму Бахаула, это продолжение было, там уже бахаизм это продолжение бобизма и в 10-е годы она путешествовала в Египет, в Персию, потом написала почерки путешествия в страну солнца, и прямо до конца своей дни, несмотря на то, что в советское время бахаизм был запрещен, но Гриневская опубликовалась даже, тем не менее, все равно каким-то образом поддерживала связь с бахаистами за границей, но она жила в СССР, в Советской России, продолжалась поддерживать связь. Именно эти произведения все-таки стали для нее главными, и благодаря им она вообще перешла на другой уровень известности, и, видимо, лучше ничего она уже после не написала. У нее также есть в конце девятисотых годов она написала драму «Суровые дни» о Пугачевском восстании, но все равно эта пьеса не сравнится по степени известности с пьесой Баб. И, ну, Баб, наверное, даже больше известен, чем Бахаула. Бахаула это просто уже на волне предыдущей известности стал тоже интересен публике. Хочу сказать о реакции критики на пьесу Баб, потому что в критике не все рецензенты, но в некоторых статьях обнаруживаются мотивы женского творчества. этот вопрос обсуждался в отзывах на пьесу Гриневской. Для некоторых критиков Баб стал событием в литературе именно в первую очередь как удачное произведение женского творчества. Например, критик Иванов всяко оценив пьесу говорил о предвзятости по отношению к женскому творчеству на женское творчество и на драматическое в особенности смотрят с недоверием несмотря на факты, говорящие за него факты, которым ввиду их численности никак нельзя считать исключение. Несомненно, что к произведениям даже талантливых женщин всегда относятся с меньшим вниманием, чем к тому, что выходит из-под пера иного заурядного писателя. Отзыв Буховского Теплота чувств Друзья женщин могут искренне порадоваться. Одной из удачных литературных произведений последнего времени принадлежит первой женщине. На самом деле в этих отзывах обсуждались и сюжеты, герои. пьесы. Но важно, что именно подчеркивалась гендерная идентичность автора. Конечно же об этом не стали бы писать, если бы автором был мужчина. Это точно. То есть, что хвалили автора за то, что женщина написала что-то неплохое. И стоит отметить также, что в отзывах Буховского есть такой мотив, который говорит о тех свойствах, которым принято наделять женский характер. Теплота чувств, прелестный стих, думчивость, серьезность настроения. В особенности теплота чувств, прелестный стих, думчивость. хотя там главная именно проблематика, все-таки очень серьезная проблема была поставлена в пьесе. И, между прочим, пьеса планировалась к постановке в театре. она пережила премьеру и сколько-то там было постановок, но в 1905 году пьесу сняли из репертуара театра, потому что события, которые происходят в пьесе, отождествлялись тем, что происходило в мире, в политике русско-японская война. несмотря на то, что события пьесы разворачиваются не в современности, понятно, в этой стране, но все равно некоторые зрители почувствовали связь одного с другим и пьеса была снята в постановке. Для Быховского появление пьесы стало логическим продолжением развития писательского мастерства Гриневской, он не противопоставляет более раннее произведение новую пьесу. В отличие от него Фидлер противопоставил Фидлер хорошо знал Гриневскую, я еще приведу потом то, что он писал о ней, когда они виделись где-либо. В отличие от Быховского Фидлер противопоставил образцы сердечного мягкого таланта, которые читателям были знакомы, ранее философскую пьесу, для того, чтобы написать которую, надо еще иметь сильный ум. Единственные, кто обратил на это внимание. Оценка творчества Гриневской не имеет ничего общего с тем, как о ней писали, как о женщине в том же литературном кругу. В глазах окружающего Гриневская была подчеркнута женственно. В ней прежде всего отмечался внешний вид, а не талант и интеллектуальные способности. Даже когда и о них говорят, все равно внешний вид, ее умение произвести хорошее впечатление внешнее имеет значение. Ну, из того же Фидлера приведу, он довольно много обо всех литераторах писал, и Огриневской тоже. Вот интересное такое наблюдение. Сегодня у меня была Гриневская, призналась, этого никто не знает, что она урожденная Фрейдберг. Жеманилась, как всегда, напрашивалась на комплименты, как всегда, и стоя в пальто, декламировала свои стихи в прихозе, как всегда. Потом нет, это уже автобиография, да, а еще, например, когда он наносил визиты писательницам после юбилейного обеда, это 1903 год, он, например, после визиток в Гриневской отмечал, что она вышла ко мне в утреннем платье, и хотя только встала из постели, выглядела весьма свежо и моложало, никакой косметики. Я еще сравнивала с тем, что Фидлер писал о литераторах-мужчинах, конечно же, он вот таких высказываний не допускал о них. Это все именно относилось, видимо, то, как вообще полагалось воспринимать женщину, оценивать ее внешний вид. Или, вот, например, в архиве я нашла в Проголе собраны заметки о творчестве Гриневской 1908-1918 годов, вот когда Гриневская уже получила известность как лектор, лектор, лекторша, что-то перелеснулось, вот, такой некий родецкий, я не знаю, кто это, но он писал, рекомендую вам пригласить для прочтения нескольких лекций известную писательницу поэтессу, она обладает всеми данными для публичных чтений, может очаровать слушателей не только чтением по серьезным вопросам, но и симпатичной внешностью скромной, глубокой женщины. То есть, вот, ну, как мне все это кажется важным, потому что, как видно, состоятельность, интерес к женщине как писательнице всегда сопровождается еще ее женственностью, то есть, одно без другого как будто бы не может идти, то есть, обязательно, если бы она не была женственной, наверное, отмечалось бы, что она мужеподобна, то есть, вот эта вот отнесенность к своему гендеру через определенные характеристики ее современниками определялись как неотъемленные ее особенности. Да, следующее злое такое стихотворение, мне кажется, это интересный случай злой иронии над гендерной отнесенностью принеской и ее творчеством. Видимо, он отреагировал на речь Галинецкой нубиле актера Карпова. Наверное, она говорила, может быть, неуверенно, может быть, она сама говорила, что я неуверена в том, что буду говорить, но, во всяком случае, он отреагировал на какую-то ее манеру держаться, как женщина-я-баба и автор-баба-я, и потому звучит мой голос слабо и нерешительно вся будет речь моя тоже соотнесенность с той моделью поведения женщины, когда она говорит или неуверенно, или затемняет сказанное, или непрямо говорит. Не диво, что я слишком много, быть может, слов скажу и строго судить меня вы не должны, известно всем хорошее от бога, худое все от сатаны, таков порядок в мире, на сцене так же все, в Порфире является нам богом всем актер, и что хорошее то от актера, а что худое в том виновен режиссер. Ну и характерно, что автор обыграл как раз таки название пьесы баб, то есть, ну, если рецензенты просто на самом деле он примерно продолжает то, что сделали рецензенты, которые акцентировали свое внимание на гендере автора, он тоже это делает, только он еще и все это сопровождает такой злой иронией. Для чего я все это говорила, на самом деле мне интересно было посмотреть на то, как Гриневская саму себя видела. Это, как мне кажется, невозможно сделать, невозможно к этому подступиться, не зная, как постояло дело до и как ее оценивали, характеризовали ее современники. Вот для этого было все предыдущее сказано. Взгляд Гриневской на саму себя мы можем проследить по ее автобиографии, написанной для Фидлера. В 1911 году она была опубликована в его сборнике первые литературные шаги. Фидлер собирал для этого сборника автобиографии, в которых говорилось, как те или иные авторы прошли процесс становления от своего раннего творчества к известности. И Гриневская изначально пишет, что она еще не такого уровня автор, чтобы писать свою автобиографию. И прежде всего она говорит о помощи других людей и о том, что без них бы она не справилась. И перечисляет подробно и описывает, в чем состояла роль тех или иных людей в ее литературной судьбе. То есть как бы пишет о том, что без них она бы не сумела стать писательницей. И это как будто бы преуменьшает ее собственные заслуги. Она говорит и о своих учителях. И при этом она главным человеком, который препятствовал развитию ее таланта, считает самому себя. саму себя. То есть вот она мешала себе, а в то же время люди, которые ей помогли на литературном пути, ей только все помогали. Ну, прежде всего ее муж Александр Каэтанович Гриневский, он также влиял на развитие моего дарования, знаний во мне больших разнообразных знаний. Говоря мне, что теленые мысли высказаны на вы, Гриневский приучил меня с уверенностью относиться к самой себе, к смелому выражению моих положений. Что тоже важно отметить, именно перемену и такую трансформацию, и то, что она об этом именно говорит, что она была не уверена в своих силах, именно взгляд на себя глазами мужа, и тем более мужчина, имеющего отношение к литературному миру, пробудила в ней уверенность. И в то время, как именно мужчины, там разные издатели, редакторы именно вселяли в нее уверенность, то есть их глазами она пыталась себя видеть, свой талант и мастерство, но женщина в ее судьбе, бабушка, мама, учительницы, они прежде всего были для нее воспитательницами, учительницами. Прежде всего всех влияло на развитие мою мать, которая была первая которая была и первая моя учительница, о ней я также скажу в другом месте, а также бабушка со стороны матери. И после этого продолжается красряд мужчин, повреждавших ее талант. литературный путь она начала войдя в литературные круги Петербурга еще до того, как она начала опубликоваться. Особый акцент Агреневская делает на том, что ради публикации постановок своих пьес на сцене она не пользовалась ничьей помощью, хотя ее предлагали например Григорович и Вейнберг. Здесь уже акцент на самостоятельности Я хотела бы еще отметить, что в автобиографии она отмечает, что уже тогда на раннем этапе она интересовалась темой всечеловеческой любви это то, что как раз легло в основу ее главной драмы. Ну и собственно она и Баб уже тогда в 1911 году выделяет и считает своим главным сочинением. Ну и вообще она так стабливо говорит о своем раннем творчестве и Баб считает чуть ли не первым произведением, хотя до этого были сборники и пьесы и она ставилась в театрах. То есть вообще определенная известность у нее уже тогда была. К анализу эго-документов же Гриневской впервые обратилась Елена Леоненко в статье «Архив Изабелла Гриневской стратегии самопрезентации», в которой исследовательница говорила о разнице между биографией и тем, как она сама описывала свою жизнь. Как справедливо отмечает исследовательница Гриневская большое значение придавала своему архиву. В 1930-е и 1940-е годы она занималась систематизацией материалов в своем архиве и написанием воспоминаний. Исследовательница подчеркивает справедливо, что Гриневская занималась выстраиванием своего образа для будущих читателей. «Бабы» ее мемуары называются историей создания главных пьес «Баб» и «Бахаула». В них прослеживается наблюдение писательницы за собой, за своим поведением в том числе, за тем, что привело ее к написанию этих пьес, как происходило их создание. В особенности большую часть занимают мемуары «Бабы». То есть это было для нее событие не только творческое, но вообще, которое потребовало от нее перемены во всей ее жизни. Спустя значительную временную дистанцию, причем в 30-е годы, прошло 30 лет. И она спустя эту временную дистанцию все еще помнила, насколько соотносилось ее поведение с женским или мужским. Сначала еще скажу, что в автобиографии и мемуарах общим является то, что она почти не говорит о своей семье, за исключением упоминания о мужа. В мемуарах она и о мужа не говорит. И там, и там о семье в мемуарах в автобиографии она говорит также в контексте своей семьи, в которой она была воспитана и в контексте именно того, что там читалось и что ей было воспитание матери и бабушки, что их круг чтения и как он соотносился с ее собственными последствиями, интересами. и там, и здесь, и в автобиографии в мемуарах ей важно прежде всего ее становление и развитие как писательницы. Но в то же время ее гендерная идентичность ее беспокоила. Ну и вот как раз в оставшееся время я приведу несколько примеров из этого. Ну как и в ранней биографии 11-го года Гриневской причли от тех людей, которые помогли ей на литературном пути реализации ее литературных замыслов. Но в отличие от биографии, которая написана в такой свободной форме все-таки в архиве есть прямо каталог тех людей, которые прямо список, практически словарь такой, которые ей помогали. А в этих мемуарах она тоже все очень идентично каталогизирует, заносит всю информацию о том, что они именно сделали для нее. Один, например, как раз специалист по религиозным учениям и по истории Персии ей помогал в том, чтобы находить литературу на интересующую ее тему. Они с ним переписывались. И важно также извините вклинию такую мысль, что я еще думала на тему того, почему в 1930-е годы она не стала писать эти мемуары, не только, наверное, потому, что она уже была довольно пожилая, но наверное, обращение к истории этих поэм на тему религиозных учений можно тактовать как попытку пролицитно противостоять может быть советской реальности и вот отрешиться от нее каким-то образом грузившись в другой мир своего прошлого. Составляя мемуары о своих главных драматических поэмах, Гриневская видела в них, скорее всего, эпохальное значение, сила ушей эпохи, наделяла их историческим значением, при этом она личную судьбу раскрывала через историю этих двух поэм. В мемуарах, опираясь на интервью для биржевых родомостей, Гриневская говорит об автодиографическом характере пьесы Баб, что мне важно подчеркнуть для того, чтобы подтвердить свою мысль о том, что она соотносила вероятно себя с главной героиней и происходившая в пьесе соотносила с тем, что происходило в окружавшей ее реальной действительности. Мое сердце с ранней юности болезненно переживало вражду, нетерпимости и ненависти, в деятельности которых мне приходилось быть постоянным. Мою драму считают ученым трудом, раскрывающим душу мусульманского востока, но она вместе с тем выражает мое личное страдание и сострадание к человечеству. В то же время вот этот мотив сострадания человечеству, сочувствия людям, это тоже именно то, что запрашивали от женщин-авторов и то, что в их творчестве нередко отмечали. В статье, которую я написала как раз для коллективного продатора, как раз у некоторых иностранных женщин-писательницы обнаруживали эту черту и то, что именно способность сострадания привела их к тому творчеству, которое они создавали. А здесь она сама над этим рефлексирует и это отмечает. при этом вот философская глубина, тематика тоже все присутствует. Говоря о своем дебюте, Гриневская как бы смотрит на себя со стороны, оценивая именно правомерность того, что она обратилась к написанию пьесы серьезного философского содержания и она отписывается таким образом, как будто бы она сама и боится того, что она написала. Ведь известно по рассказу Чехова, если дама написала драму, надо ее убить. А тут еще драма дамы даже в стихах. Тут еще внутренняя рифма, которая создает комический эффект. Кому нужны драмы в стихах, если это не драма Пушкина, Алексея Толстого или подронных корифеев, а тут драма дамы в стихах да с Пош Риммолда и с персидской жизни, да еще название какое-нибудь звучное бабло. То есть тут такое предугадывание того, что могут они подумать и что скорее всего это... К тому же это, конечно, взгляд именно привилегированные части литературного поля мужчин, критиков, издателей. Никару, очевидно, из газетных и журнальных деятелей, не было известно, что первым моим оригинальным произведением был почерк о французском иролисте 16 века Мишеле Монтене и его эссе. С этого нет на то, что никто не знал, что она на самом деле автор вот такого очерка о философе и обозначение этой несправедливости, что очевидно, именно то, что женщина написала такой труд, сделала его для публики незаметным. Интенсивная работа над замыслом сопровождалась, над замыслом пьесы, сопровождалась для Гриневской отказом от прежних женских разлучений, судя по тому, как она это описывает в мемуарах, и воспринимает это как жертву. Жертва это прямо ее слово. Жертва в предмесенной литературе. Цитата. Так, ну тут есть это? Я была охвачена. литературе. я уже почти закругляюсь. Я была охвачена моими идеями, они толпились в моем узгу, не давали места ничему, что вне их области. Я двигалась в обыденной жизни, как сам нам было. Меня уже не влекло то, что меня прежде радовало. Вот я помню вечер, скорее бал, к которому готовилась было заранее. Для танцев, которые любила и в которых отличалась, должен был играть известный попер. Однако я на этот вечер не пошла, не хотела разбить свое настроение. Я уже приступила к моей поэме, пожертвовала возможностью танцевать под игру знаменитости, услышать множество обычных комплиментов. Отказалась помимо описанного от такого соблазна, пред которым вряд ли стоял кто-либо, особенно женщина, особенно такая, которая обладала значительным преимуществом наружности. Вы думаете, это малая жертва? Так, ну, в принципе, кажется, мысли понятны, да, и я вроде бы процитировала какие-то самые такие яркие отрывки. Да, ну, то, что вот она отказалась от женских развлечений, каких-то женских именно особенностей в своем характере, уронила знамя настоящего писателя, что я, как женщина, не билась тут же в истерике, когда она говорит в истории постановки своей пьесы, там отказался один актер играть и прямо перед спектаклем, и она при этом выстояла, отнеслась к этому хладнокровно, и она описывает это как то, что она не как женщина себя предполагала, а как практически удар был слишком жестокий даже для сильного мужчины, ну и так далее, там есть еще в письме к Бонне Бруевичу такое же примерное упоминание, и там я хотела еще привести упоминание о том, что она общалась с одной музыканткой Новицкой, и эта Новицкая ей говорила о том, что она выглядит неженственно, что она носит одну и ту же прическу и один и тот же наряд, и это тоже Гриневская включает в мемуары, ну вот суммируя все, что было сказано выше, можно резюмировать, что первоначально свой литературный путь Гриневская видела в качестве женщины писательницы, которая погружает читателей в войну женского мира, психологии, поведения. Ее гендерная идентичность не просто соответствовала главным темам творчества, а была в основе ее творчества. Написание пьесы Баб требовало отказа от предыдущих тем, и как следует из воспоминаний сопровождалось отказом от определенных атрибутов женского поведения. От нее требовалось твердость, хубнокровие, а кроме того, написание пьесы требовало жертв, отказа от прежних женских увлечений, что является своего рода реализацией высказывания искусства, требуют жертв, некий творчество, и это, в свою очередь, также какая-то вариант модели именно мужского творчества, который построен на жертве, но в то же время адаптированный под женскую гендерную идентичность. Спасибо за внимание. Простите, если я слишком долго говорила. Спасибо большое. Что, время для вопросов? Что, хотел бы задать? Ну, если вы пока думаете, я бы не вижу пока рук, я бы сама задала вопрос. Кристина, вот вы сказали, если я правильно помню, что Гринявская почти не говорит о своей семье в документах. Вот как вы это объясняете, насколько это вообще типично для женских мемуаров? Мне казалось, что, в общем-то, женские мемуары очень часто строятся вокруг мужских фигур в жизни этой самой женщины. и связаны ли вот это умолчание исключительно с, насколько я это поняла, нежеланием Гринявской говорить о своем еврейском происхождении. Мне показалось, что это было одной из мотиваций, судя по записи Фидлера и так далее. Вообще, я думала, что она не слишком афишировала свою девичью фамилию не из-за еврейского происхождения, хотя, может быть, и из-за этого, я об этом не думала. Но я думала, что именно для того, чтобы акцентировать именно свой гендер. Ну, тут, может быть, на самом деле то и другое в какой-то мире появлялось. потому что именно ее акцентирование гендерной принадлежности все-таки еще сказывалось в творчестве. Но, с другой стороны, действительно, она не говорит о своей семье именно в фотографии и мемуарах, но в то же время в раннем творчестве у нее много о семье, о детях. Кстати, о детях она говорила в лекциях. А то, что она не говорила о своей семье, то есть о своей семейной жизни, и для нее, кстати, женское, оно все сосредоточено в увеселениях, в баллах, в эмоциональности женской, то, что приписывается женщинам, излишняя эмоциональность и рациональность, и истеричность в каких-то моментах, когда требуется сходная кровь. А при этом семейная жизнь для нее не определяет ее личность. Для нее главным все-таки было, судя по всему, ее творчество, и из этого всего творчества главными были вот эти две драмы. и именно литературное становление она для себя определяла главным при описании своего пути. Вот, ну, вот интересно было бы, как, если бы она написала, например, про свою семью, заму, свою жизнь в браке, хотя это недолго очень не длилось, и про свою дочь, которой ничего не известно, и как это соотносилось с тем, что она писала. По свою прислугу, кстати, она упоминала как в автобиографии, так и в мемуарах. Звали ее Наталья, и, кстати говоря, эта Наталья фигурирует в пьесе Горневской «Трудовой день». Там как раз Наталья один из таких колоритных персонажей. Ну, вот, видимо, там есть автобиографические мотивы, но вот все остальное окружение нет. Нет, не спасибо. Еще вопросы. А, я бы еще предложила свернуть презентацию, потому что не очень хорошо видно, если кто хочет задать вопрос. Спасибо. Да, пожалуйста, Катя. Звук выключен, Катя. Спасибо большое, Кристина, за доклад. У меня вот такой вопрос будет долгим, потому что я начну его с того «А, что ты думаешь по» и не думала ли ты «О», а дальше скажу «О чем». А вот о чем. О границе, о неком зазоре между авторским самоощущением, то, что Гриневская пишет в своих документах о себе и внешним, да, внешним восприятием ее, вот, женщины-автора, ее Гриневской, ее личности. мне кажется, здесь вот может быть что-то интересное в этом зазоре, потому что мне кажется, он есть, этот зазор. А ты вот приводила свидетельство, где Гриневскую воспринимают как типичную женщину, вот она многословная, она никак не может уйти из гостей, она кокетничает, она сжимальничает, она читает свои стихи, может, уже никто не хочет их слушать, то есть ее определяет мемуарист другой, да, другой человек, как типичную, в общем-то, женщину, подмечая в ней именно типично женской. Сама же она, как ты правильно сказала, отмечает свою эволюцию, отмечает то, что, начиная с чисто женских тем, она в пьесе бабс поднимается на общечеловеческие вопросы и проблемы, отмечая эту свою авторскую ступень, да, свою авторскую взросление она считает нужным измениться и сама как личность или ей кажется, что она изменилась сама как личность, она повзрослела как личность и стала менее женщина, менее женщина. Да, да. Она воспринимает как некое взросление личностное и авторское, что она отказалась от каких-то женских слабостей, каких-то женских молочей. Так вот, есть ли, по твоему мнению, зазор между тем, как она сама себя ощущает и как это было на самом деле, то есть, насколько мы здесь можем верить автору, доверять это её, ну, потому что она сама себе пишет. Настолько ли она реально изменилась, что внешние суждения о ней, мне кажется, говорят, что был определённый зазор, и хотя вот это её, то, что она описывает своё изменение, она, безусловно, интересно, интересно даже то, что она это фиксирует, интересно то, что она это отмечает. Вот, ну, как бы, вот что ты думаешь по поводу всего этого доверия автору, насколько она реально поменялась, отказалась ли она отжилку, или осталась она, в общем-то, и как это соотносится с тем, как её воспринимали другие? Спасибо большое за вопрос и наблюдение. Я действительно об этом думала, и я хотела эту мысль как раз акцентировать. Я для этого приводила и рецензии, отрывки из рецензии, и высказывания Фидлера и Тавара Детского. Да, действительно, вот есть вот этот заразворт, что для них не произошло вот этого перелома. Они её как воспринимали, как женщина автора, так и через эту пьесу они так и продолжили о ней говорить, только для них она стала, ну, пришла на другую ступень творческой именно эволюции. А для неё же это было ещё и отказом от гендерных её нельзя сказать именно ролей, но характеристик, которые определяли её как женщину. Если смотреть на мемуары, но тут мы попадаем ещё в такую ловушку, когда сложно отделить то, что нет-нет-автомета-описания от контекста, когда это написано ещё было, то есть может быть, ещё контекст влиял, вот это я ещё хочу посмотреть в 30-е годы, что вообще происходило с женским вопросом и то, что она пишет, насколько действительно то, что она помнит, или то, что ей, может быть, кто-то ещё говорил, то есть тут ещё ведь важно действительно то, как её саму оценивали. То есть вот есть такая проблема вообще в эго-документах, в мемуарах тоже, и тем более в мемуарах, которые написаны спустя много лет после событий, насколько они действительно являются воспоминаниями о том, что происходило. Да, Кристина, мне кажется, вот вообще в целом тут ты нащупываешь очень интересные моменты, вот именно в том плане, что, допустим, может быть, её другие, может быть, в ней никаких изменений не заметили, допустим, может быть, их и внешне и не было, может быть, она это и придумала, вот. Но сам факт, что вставая на новую ступень своего литературного развития, а всё-таки пьеса баб действительно по кругу проблем, да, это новое, для неё, отход от чисто женской тематики, у самой, у автора вызывает ощущение необходимости поменяться личностно и отринуть некоторые гендерные характеристики, ну, мелкие, так скажем, мелкие стереотипы женского поведения. Вот эта связочка, мне кажется, очень интересно, ну, как бы, я просто не могу вспомнить других примеров, когда бы вот женщина-писательница делала такую эволюцию, и своё, как бы, своё эволюционирование как в своих текстах как бы настолько переносила на свою личность, на своё личностное поведение, на самоощущение себя. Да, вот поэтому мне показалось интересным случай Гриневской, потому что у неё как раз есть это в её мемуарах. Просто я думаю, что это более-менее характерно было, наверное, для многих писательниц. Просто многие это, наверное, не фиксировали. Но я думаю, что вообще это была такая проблема для женщины, которую нужно было решить. Можно я вот реплику скажу? Вот, Кристина, мне кажется, тут вообще кроется один из очень такой, может быть, трагический даже момент. Дело в том, что пьеса баб очень слабая по художественной, с художественной точки зрения. И как раз ситуация, когда женщина вышла на широкое поле новой проблематики и представила его в очень слабой стихотворной манере, слабой с точки зрения художественной, как раз продемонстрировала как бы для мужской критики, для вообще восприятия, что женщина, как бы выходящая за рамки традиционного своего, так сказать, сферы, просто дискредитирует, по сути дела, вот эту широкую проблематику. Дело в том, что как бы Гриневская как поэтесса и Гриневская как вот Тормотург, она как раз являла собой действительно довольно, ну, слабый вариант женского творчества. вот вы не фиксируете именно этот как бы грустный момент такого ну, неудачного, что ли, выхода за пределы, может быть, женской женской самопрезентации, потому что ведь баб критиковали даже не столько за проблематику, за то, что она, а за то, что там просто все плохо написано. Вот в чем дело. И, к сожалению, это была не просто мужская критика, которая часто, конечно, придиралась и все такое, а это были справедливые суждения. Вот как вы с этим обходитесь материалом? И Кате одновременно, так сказать, вот этот вопрос. И насколько были известны вообще поздние какие-то ее произведения в советское время, насколько были известны ее мемуары, мне кажется, что как раз ее очерки про путешествия на восток, они могут более соответствовать даже ее таланту. Она такая описательница. Может, она себя не почувствовала, не нашла жанра, ведь это тоже очень важно, понимаете? Петровская, например, Нина Петровская раннее, это, в общем, довольно слабые тексты, а вот Нина Петровская воспоминания, Нина Петровская поздних своих текстов, это великолепный художник, то есть в женском, так сказать, самопредставлении и демонстрации тоже наблюдаются какие-то разные удачные и неудачные моменты. Как вы с этим вообще обращаетесь? Спасибо за вопрос. Я не вообще не ставлю себе задачу оценивать ее творчество. Я ориентируюсь же на то, что писали о ее пьесе и, честно говоря, если вы мне подскажете негативные отзывы, я буду признательна, но я таких не находила. Я смотрела и по каталогу Муратовой, что они писали эту критику и есть сборник. Ну, понятно, что в сборнике собраны только хвалебные, но вот того, чтобы там были какие-то категорически плохие отзывы, этого я не видела. Конечно, нельзя равнять Гриневскую с Гиппиус или Цветаевой, это очевидно. И это не автор первого ряда, это точно, но я скорее к ней отношусь как к автору, который все-таки занял определенное какое-то место в литературе, даже театре, все-таки ее уже ставили пьесы маленькие, даже в временитых театрах. Другое дело, что когда она пишет мемуары, тут еще есть такой момент создания своей истории как писательницы, то есть поверх того, что еще было, то есть как бы как-то сказать, сообщить важность того, что может быть имело меньшую важность, не знаю, вот, но да, что интересный вопрос по советское время, потому что я об этом буду делать доклад в нанциферских тенях, которые будут посвящены Боргебичу, потому что этот вот весь архив, она сначала написала эти мемуары от руки, потом перепечатала, и она, это огромные папки такие, она это передала Боргебичу, и они хранились именно в литературном музее, и она переписывалась с ними, и он заинтересовался этим архивом, вот, я как раз-таки в письме к Боргебичу она и акцентировала, что никакой мужчины там найти это точно, точно, как это, в общем, я хочу это просто простить и найду, смогу. Так, знаю всего несколько только мужчин, поэтов, читавших публичные лекции, особенно в таком окружении, как я, и за все это ничтожная пенсия не могу держаться, чтобы не воскликнуть, вот, но опять же подчеркивание, равнение с мужчиной, и до того, как из литературного музея были изъяты многие материалы, вот, они находились там, то есть, ну, как писательница, она не была, да, не была интересна и востребована в советское время, и даже новых изданий, судя по всему, нет, единственное, что вот Пушкинский дом, то, что публикует в ежегодниках, как раз-таки путешествует в Страну Солнца, это не совсем для широкой публики, да. Спасибо. А можно мне тоже спросить? Конечно. Спасибо большое, Кристина, за доклад. у нее там звучат довольно, да, такие пространные размышления о ее месте, о том, вот, как имеет право написать свои статьи, вернее, статьи, пьесы и так далее. А может быть, вам попадалось, есть у нее вообще вот эта рефлексия других писательниц, вот, о той же Гиппе, или еще о ком-то, вот, где она действительно, может быть, там, в этой иерархии себя видит, ну, и так далее. Да, меня тоже это интересовало, но вот именно, что о женщинах, она вообще очень мало пишет, и тем более, вот, такого уровня, то есть, вот, да, это какая-то тема у нее тоже. То есть, она уникальная такая, что там другие, это не важно. Да. Ну, да, видимо, вот, ей важно было именно в круге, именно в таком мужском литературном поле себя выделить в своих же глазах. Понятно, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Суждения, комментарии? Я хотела бы вообще сказать по поводу нашей сегодняшней проблематики, что это одновременно очень интересная тема, такая захватывающая, а с другой стороны это еще очень сложно, вот, как Мария Викторовна говорила про биологические основания определенных тем, вот, тут сложно отделить действительно биологическое от социального еще, от того, что внушается еще девочкам, то есть, и до определенного возраста же опыт вообще не рефлексивен, а тем более, что, ну, в то время, когда не думали о том, что опыт должен быть рефлексивен, то есть, вот, и гендерная идентичность определяет вообще многое в личности человека, и отделиться от этого, ну, отделение от этого воспринимается так драматично, то есть, вот, тут такие, мы выходим тут за рамки, на самом деле, литературы ведения, какие-то бездны социальных исследований, вот, это интересно и сложно, вот, с этим надо тоже работать. Спасибо, Кристина, но, на самом деле, мы всегда выходим за рамки сугубой филологии, да, когда говорим о гендерной литературе, вот, но мне кажется, что мы все-таки честно стараемся строго придерживаться буквы наших текстов, это очень важно, и анализ наш делает доказательным, в том числе и с профессиональной литературой инической точки зрения. Ну, хорошо, если никаких, да, пожалуйста, вопросов. Да, дорогие коллеги, ну, так как у нас такое очень келейное заседание, вот, можно мне еще раз вернуться к докладу Вероники, вот, и высказать ряд еще своих соображений, ну, не с целью, как-то, чтобы Вероника встала на мою точку зрения, а вот, потому что текст действительно очень сложный, но, вот, просто еще, что я подумала, вот, за время, за время доклада Кристины, параллельно подумала о докладе Вероники, я бы хотела высказать, ну, так сказать, может, Вероника подумает тоже на эту тему, насколько мы вообще можем расширять понятие эго-документа, потому что я продолжаю все-таки вот, как бы, вот, настаивать на том, что дневник подпольного вот этого человека это не эго-документ, это философская литературная эсэ, литературно-философская эсэ, стилизованная под исповедь, да, стилизованная под исповедальный текст с совершенно определенными задачами, почему она стилизована, и почему это литературно-философская эсэ, почему это все-таки не эго-документ, вот, ну, с моей точки зрения, но нет установки на прямое высказывание автора, авторское я опосредованно, как только можно, и гендерно опосредованно, и маска литературной опосредованно, то, что оно помещено в дневниковую тетрадь, в данном случае как раз может быть даже аргументом против, а не за, потому что, ну, где, в принципе, она могла его еще написать, может, одна этой тетрадь и была, да, действительно, дневниковая тетрадь, я посмотрела, не смутила там гимназическое название, я думала, что это гимназическое для ее занятие тетрадь, ну, ну, пишет она дневник, тут она и написала этот, как бы, текст, но она его очень четко отграничила от дневниковых записей, ей словом, конец и наименование, и она его не стала оформлять как подневную дневниковую запись, то есть нарушаются самые главные принципы и дневникового жанра, подневная запись от я, близость к автору, и, собственно, установка на авторское самовыражение, и вообще к определению эго-документа, я посмотрела определение документа, в общем, текст с установкой на правдоподобие, не обязательно правдивость, но правдоподобие, здесь наоборот, стремление уйти от правдоподобия, отдалиться от биографического автора, создать вот это максимальное количество призм, вот, и, собственно, содержание текста, ну, давайте обратимся к задачам, для чего она его пишет, что она об нём вообще высказывает, мне кажется, задача какого-то гендерного самоопределения, гендерного конструирования, она здесь вторична, она здесь проявляется, но она вторична, первое, что она хочет, это высказаться по широкому кругу знаковых проблем, знаковых, не её частно личных, а именно общекультурных, причём очень-очень таких, прямо вот, болезненных, там и религия, и убеждения, и романтическая любовь как концепт, не вообще в жизни, вот, там, вот мои романтические, там, какие-то переживания, а именно как литературный, культурный концепт, поэтому тут Васенька Жуковский возникает, вот, как пример человека, который в своей практике, в своей личной жизни, в общем-то, не следует этим романтическим концептам, вот, и она, она хочет высказаться, встать на аналитическую точку зрения, у нас с точки зрения очень высокой интеллектуальности, так сказать, высокоинтеллектуального нигилизма, и вот здесь, так как ей тяжело встать на эту точку зрения, как девочке 15 лет, ей нужна эта маска подпольного человека, внука подпольного человека, ну, она ей смелости такое придаёт, придаёт определённую форму её, вот этому излиянию, но вот эта вот эмоционально окрашенная форма исповеди, это всё-таки форма, главное аналитическое, вот это аналитическое высказывание, нигилистическое низвержение целого ряда просто глобальных концептов, глобальных вопросов, вообще, мне этот текст поразил тем, насколько в 15 лет уровень развития личности способный отделить себя от таких концептов, которые, в общем-то, им люди всю жизнь следуют, 80% людей не способны отделить себя от концептов, от циркулирующих культуре, в лучшем случае они избирают один и служат ему всю жизнь, религиозная там концепция, построение социализма, сейчас у нас концепция этого русского мира, значит, почуют, люди, ну, она способна себя от них отделить, сказать, моё я, это не вот эти все концепции, и ещё и их не сблигает, все, то есть, вот это, ну, а вот это, собственно, задача аналитического высказывания, это задача литературно-философского эссе, а не дневника, что они ставят задачи исследования своих внутренних там каких-то переживаний, вот, то есть, мне кажется, по задачам, по задачам, это всё-таки литературно-философское эссе, но в форме, да, исповеди, причём она могла бы назвать это записки ну-ка Базарова, могла бы, но тогда ей потребовалось бы более спокойно Базаров, это более спокойный дискурс, а вот этот подпольный человек даёт ей возможность ещё это эмоционально окрасить, но эта эмоциональная окраска, мне кажется, не должна нас всё-таки вводить в заблуждение, и опять-таки, про проблески реального автора тоже у нас не должны всё-таки здесь, как бы не должны делать этот текст, на мой взгляд, эго-текстом, вот, ну, то есть, вот мои такие соображения по поводу этого текста, и я бы, честно говоря, не стала бы привлекать поэмы 54-го года для его анализа, потому что, мне кажется, поздние тексты Баркова могут очень замутить этот юношеский текст, вот он юношеский, и вот, и он аналитический, очень философский, вот такой вот интеллектуальный по своему посылу, ей нужна эта точка зрения, и вот, если здесь рассматривать гендерную тему, то вот здесь, мне кажется, очень интересно, можно описать, как ей самоощущение своего женского гендера мешает, она понимает, что это ей мешает встать на вот эту интеллектуальную позицию низвержения таких вот масштабных вещей. Не пристало девочке 15 лет, как говорится, так вот всех направо, налево, вот, не пристало, и для женщины это до сих пор очень уязвимая позиция, вставать на такую точку зрения, на такую интеллектуальную, ну, понимаете, вот просто, я не знаю, как это выразить, униелизм такой интеллектуальный, не пристало, и, прям, тяжело, тяжело, поэтому она избирает вот эту маску, маску подпольного человека, ну, вот такие вот мои размышления. Спасибо, Катя, мне кажется, очень важные размышления, с многими пунктами, с которыми я могу, ну, если не вполне согласиться, то признать, так сказать, их валидность, вот, единственное, что я, ну, я не считаю, что это эссе, даже если это эссе, то оно тоже очень специфическое, да, если говорить об эгодокументе, то специфический эгодокумент, но если говорить об эссе, то оно тоже очень, да, необычно, потому что, вообще говоря, эссе, которые, опять же, где автор надевает некоторую маску, это тоже вещь, по-моему, это нетипичная, то есть мне не приходят в голову какие-то историко-литературные параллели, да, и, конечно, вот эта полемика наша, она в очередной раз показывает, что все-таки в нашем восприятии текстов, да, есть много индивидуального, да, что филология не математика, потому что, мне кажется, что это очень личный тем, да, мысль о том, что это аналитическое высказывание, ну, совершенно не, я согласна с этим, но оно никоим образом не противоречит тому, что одновременно это очень лично и эмоционально сказано, да, и я, ну, если говорить совсем просто и совсем элементарно и примитивно, то я вижу в этом, вот, попытку Дороскова такого самоутверждения, попытку обрести некоторую такую позицию, которая бы автора этого текста чем бы ни был, давала бы ему право на самоутверждение, на самоуважение в конце концов, да, давала бы некоторое место, да, в том миропорядке, который, вот, автор репутин. Вот, что касается поздних текстов, то я ведь не привлекала их для анализа. Нет, если помнишь, Катя, я привлекала эти две поэмы только исключительно для того, чтобы сказать, что Баркова позднее очень четко, очень четко говорит о том, что я всегда была она, что она спорит с возможными предвидимыми ее попытками будущих ученых поговорить как раз о том, что они внутренне, она не маскулина, да, и вообще вот, что ее гендер не соответствует в поле так, исключительно об этом, исключительно для того, чтобы показать, что хотя присутствует мускулинная маска, да, она объясняется не какими-то вот психологическими и физиологическими, правильно, я не скажу, психофизиологическими сложностями, да, а просто тем, что она не удовлетворена своей реальностью, бедной, некрасивой девочкой себя видит, да, и вот отсюда, собственно, из этой позиции, да, что вот я бедная, некрасивая девочка, но при этом я чувствую, что я поэт и что я умею право занять свое место в жизненной иерархии, вот отсюда проистекает, собственно, стимул к написанию этого текста, а безумно все негилистические неиспровержения, знания культурных концептов и способностей как-то смотрится, это уже вторично. Вот мне, я читаю этот текст, я думаю, что для и для моего чтения, и для качественного чтения есть свои основания, но и опять же я аргументы все эти важности признаю, но просто не, так сказать, сказать, что я не считаю этот текст личным, но это значило бы, на мой взгляд, личное высказывание это и есть основа неправдоподобия, никакой неправда, а степень личностности высказывания. В общем, это значило бы погрешить ощущение. Я согласна, на мой взгляд, литературно-философское эссе может быть очень личностным, очень личностно окрашенным, потому что, естественно, все эти мысли пропущены. может, но литературная маска-то, а маска, маска, приведи мне какие-нибудь литературные параллели, историко-литературные, я скажу тебе спасибо, потому что я не припоминаю в жанре эссе литературно-философское масло, не у Монтэйни, не у Вирджинии, вулф, кто у нас еще образцы такого эссеистического стиля, эссеистического писания, нет, нигде я не припоминаю вот это. Еще потому, что не состоялась как автор, который может, как Вирджиния Вульф, может писать литературно-философское эссе, как Вирджиния Вульф, а она пьет 15 лет, вот она выбирает для себя вот эту маску, которая ей смелости придает, вот этот нигилизм весь высказать, ну вот как бы ноу-хау, понимаешь, но настолько это все-таки она отходит здесь от прямого авторского самовыражения в форме, в форме, что на мой взгляд именно не позволяет это относить к эго-документам, ну вот опять-таки можем читать по-разному, но вот для меня форма здесь не позволяет, это очень личностно окрашенная литературно-философская эссе, отделенная от ее дневниковых записей, вот. Да, Юра, кажется, еще хочет что-то. Да, буквально два слова, дорогие коллеги, во-первых, большое спасибо за доклады и огромное спасибо за вот эту финальную дискуссию, с большим интересом слежу за мыслью, и я бы хотела добавить буквально пару слов. Мне кажется, здесь в вот этом определении этого текста, то ли как документы, то ли как такого философско-аналитического высказывания, важно учитывать как бы момент прагматики. Вот, насколько я понимаю, для Вероники важно, что этот текст появляется в дневниковой записи, в дневниковой тетради, прошу прощения, и что он как бы является таким обращением к самой себе, и мне кажется, здесь как раз таки, ну, это очень важный момент, потому что она не пишет его для того, чтобы, не знаю, там он появился в печати, для того, чтобы сделать его каким-то публичным, и это даже не письмо, ну, то есть, оно не адресовано кому-то из, там, ее подруг или еще кому-то, а это такое, как бы, может быть, поиск собственного мировоззрения, мироощущения, и вот эта маска, мне кажется, она как раз-таки нужна именно с таких вот, ну, как бы, внутренних, как будто бы, личностных, мировоззренческих исканий, и отсюда же, и вот этот аналитизм, то есть, она пытается примерить себе какое-то мировоззрение, миропонимание, и отсюда игра с этими концептами, может ли, ну, то есть, как будто бы собственные границы она пытается нащупать, насколько она может, там, не спровергнуть этот романтизм, насколько она может, там, находясь на оппозиции, там, ну, она же, наверное, понимает, что она там гимназистка, 15-летняя и так далее, ну, то есть, это какой-то такой внутренний поиск той философии, которая, оказывается, ей близка, и маска, ну, как я понимаю, я прочитала этот текст, и, как я понимаю, маска этого вот внука подпольного человека, она нужна здесь именно для того, чтобы как будто бы, да, как будто бы примерить то миропонимание, которое вот, ну, как бы за этим подпольным человеком, ну, стоит, вот, и мне кажется, что как раз-таки для понимания жанровой природы прагматика тоже очень важна, и, наверное, ну, я бы все-таки не стала называть это философско-аналитическим эссе, потому что, ну, эссе предполагает некоего адресата помимо самого себя, а здесь она, ну, как будто бы не пытается адресовать этот, этот текст кому-то другому, она пишет его, видимо, для себя, и вот в попытке, как бы, для самой себя определить какие-то мировоззренческие координаты, ну, по крайней мере, у меня сложилось такое вот впечатление от прочитанного и от вот того, что Вероника говорила в своем докладе, вот, большое спасибо. Вот, одну просто фразу, вот у меня как раз сложилось впечатление, что этот текст очень, очень ориентирован вовне, очень, она кричит, я хочу высказаться, я тут начиталась, вот, всего, и Аннабелли тут, и вот всего этого начиталась, любовь как самопожертвование, и за другие своя, и христианство, и всего-всего, и я хочу высказаться, что я думаю по этому поводу, ну, как бы надеяться его где-то опубликовать, и насколько она себе видела свою аудиторию в 15 лет, ну, все это очень сложно, в силу, опять-таки, ее биографии, кем она была в 15 лет, но на мой взгляд, этот текст направлен и вовне, вот мое ощущение от этого текста. Вот, мое предложение сравнить с философским высказыванием Анастасии Цветаевой в работе «Дым, дым, дым», вот то, что направлено, так сказать, явно вовне, и что тоже касается и философов, и много-много другого, там огромный набор разнообразных имен и самоидентификации практически себя по отношению к этой философии. Здесь это все-таки самоанализ в дневнике, потому что дневник всегда так или иначе предполагает попытку выяснить, кто я есть. И даже когда ты надеваешь маску в этом дневнике, ты все равно пытаешься в границах этой маски понять, что ты из себя представляешь. Насколько вот для меня очень важно было у Вероники, что она внук, потом внучка. Я хочу сначала быть этим внуком, а потом выпрастывается все равно нечто иное. Вот можно, наверное, найти вот эти эссе, вот мне пришло в голову как раз с Анастасией Цветаевой, которая свои две первых работы опубликовала под влиянием Розанова, там, вторую я еще просто забыла, как называется. Ролевские размышления. Да, 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 то есть это идентичные как раз такие философские работы на дневниковом тоже таком материале, на попытке самоопределения, но, конечно, желание опубликовать. Да еще соревнования, но не соревнования, конечно, с сестрами, но все равно рядом есть Марина, которая уже поэтесса и прочее. Вот, может быть, стоит просто еще поискать что-то подобное в женских вариантах. Помню, по-моему, Орлицкий что-то нам на какой-то конференции предлагал какую-то даму-воительницу, которая тоже... Предлагал, да, но у нее, по-моему, он говорил не о бэгодокументах о поэзии, это Софья Свириденко, она же Свиридова, как-то переводчат ЦРД. Да, но все-таки можно, наверное, что-то посмотреть уже опубликованное, что аналогично. большое. Может быть. Прямо мысли про Анастасию Цветаеву прямо вот ценная мысль. Да, да. И все-таки, повторяю, мне почему-то кажется, что все-таки 15-летняя запись в дневниковой тетради, она касается именно понять, что я хочу из себя представлять, какой я хочу быть. И правильно сегодня было сказано, что, конечно, мы касаемся очень сложных таких пограничных междисциплинарных явлений, которых, ну, например, я теряюсь, потому что здесь должен быть, конечно, и психоанализ, и психология, и знания как бы методологии, при которых так работать можно с текстами, но действительно, да, мы и биология, биология, конечно, и медицина, наверное, даже, понимаете, так что очень сложно работать с такого рода текстами и их жанровой природой, потому что сами женщины действительно просто раздвигали рамки возможного, вот что для меня, конечно, вкладом является женского творчества, понимаете, мужчины думали, что они уже все сделали, уже в 19 веке, они все определили и про себя, и про свою природу, они как бы действительно много знали, а женщины вдруг показали, что на переплавлении жанровом, на вот этих пограничных перетеканиях открываются просто новые возможности даже психологического анализа, понимаете, по-новому психологический анализ начал действовать именно в 20 веке, именно благодаря во многом женщинам, и мужчины у них учились, вот я, например, убеждена, что Бунин внимательно читал женские тексты, ей-богу, он очень такой был всеядный, и была такая журналистка Макс Ли, ну это ее псевдоним, который он покровительствовал, была возлюбленной, вот перечитал он всю ее, недаром он в эмиграции, в рассказе Генрих вспоминает о ней, он вообще все помнил, кого читал, с кем было и прочее, и прочее, и вот он все в себя впитал, поэтому всплеск Бунинского, нового, психологического анализа, где по-новому как бы реализуется внутренний мир, это оплодотворение женскими текстами, просто это впитано, понимаете, извините, богатая тема, между прочим, спасибо большое, Мария Викторовна, что вы итоги подвели, опять же, может коряво и многопланово, но это все время у меня как бы вращается в голове, в чем же открытие состоялось, а открытие состоялось даже в этих средних, не гениальных, а как раз средних женских текстах, которые пробуравливали вот здания литературы, они делали вот эти отверстия, у кого маленькое было сверло, у кого большое было сверло и так далее, извините, спасибо. Спасибо большое, Мария Викторовна, ну что ж, тогда мы официально наш сегодняшний семинар завершаем, напоминаю, что в следующий раз мы по плану встречаемся 29 ноября, у нас будет два доклада объединенных темой, которые мы примерно пока формулируем для себя в рабочем виде, пигмельоноголатые творческие диалоги, поэтическое ученичество Сусанны Мар и Надежды Львовы. По-моему, очень интересно, я с огромным терпением жду доклада Кати, Влада Яши. Вероника, спасибо. При публикации темы на сайте, мне кажется, надо немножко переставить все-таки Надежда Львова и Сусанна Мар переставить переставим, переставим, конечно, мы еще тему так сказать уточним, так что если есть будут идеи, как это сделать, спросили лучше, посылайте. Чисто хронологически, чисто хронологически все-таки Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...